Посмотри, Вить, мы с тобой продолбали целый выпуск, просто потому что мы оба заболели. Да, одновременно практически. То есть да, вы, слушатели наши дорогие, не волнуйтесь, мы не закрылись или еще что-то такое не случилось, мы просто оба заболели, причем заболели просто в хламидомонаду. И мы честно пытались, мы искали варианты, как записаться там из дома на выходных в заболевшем состоянии, из кроватей, но ничего не вышло. Ничего не вышло. И знаешь, о чем мне это сказала? О чем тебе это сказала? О том, что наш подкаст нифига не отказоустойчивый получается в этом плане. Надо искать бэкап-варианты. И я думаю, что бэкап-вариант в виде там посадить, например, Валеру и еще кого-нибудь из щатика, дать им сценарий в плечи, чтобы они попробовали это делать, когда мы болеем, или в отпусках, это хороший вариант. Слушай, надо попробовать. Попробовать можно. Да, вот, ты тоже солидарен. Так что, а вы, наши дорогие слушатели, напишите, пожалуйста, нам в чатике, как вы смотрите на такой вариант событий. Если вдруг мы с Витей заболеваем, уезжаем еще куда-то, как вы смотрите на то, чтобы мы подготовили сценарий, и другие ребята, которых вы знаете из нашего чатика, серии, и все-таки сделали выпуск, чтобы подкаст не прекращался. Понятненько, что ты хотел узнать, и слава богу, ты это узнал. А знаешь, чем я занимался, пока мы не выпускали подкаст? Я наконец-то писал свое... Помимо того, что болел, я наконец-то писал свое приложение на Swift. Ого. Не знаю Swift. Я вообще не знаю Swift, я наконец-то сделал это с помощью чата GPT. Интересно. Что за приложение, рассказывай. Короче, приложение называется Sound Blanket, звуковое одеяло. И оно миксует звуки метро и эмбиент музыку. Звуки метро? Звуки метро или другие техногенные звуки, как переговоры пилотов, там, например, знаешь, вот это вот все. Под них же невозможно спать, что это за одеяло, наоборот, раздражает. Это такое одеяло, которое тебя успокаивает, когда тревожишься, типа. Это доказанный способ справиться с неволгой. Я просто вспоминаю свой последний полет через грозовое облако в Дубае шестичасовой и понимаю, что если я услышу голос пилота, то он меня нифига не успокоит. А метро, метро? Ну, метро это... Хотя я тот человек, который в метро всегда в наушниках шумодавами ездил. Да, но все равно, что тебе звуки прорываются, когда ты едешь в метро. Да, я очень негодую и жалуюсь в это время, что у Sony фиговый шумодав. Значит, не зря я не выпустил версию своего приложения под Android, значит, ты бы ее не скачал. Вот. Вот этим вот я занимался. Как тебе опыт? Я собираюсь его... Опыт прикольный. У меня освобождение, потому что наконец-то у меня получилось. Я до этого пытался много раз. Забивал, потому что чат GPT большой код, плохо пишет консистентно. А тут я просто упростил идею приложения и понял лайфхак, что каждый раз надо в промпт подавать код целиком. Тогда... И ты это делал ровненько через чат GPT-интерфейс, то есть не через агенты, просто все дела... Не через чат GPT, да. Не через GitHub Copilot и интегрированы в ADE-шке. Ничего. Так туда и не интегрируется GitHub Copilot. Ты что, это же для Swift'а Xcode. А-а. Там и нету этого. Ничего нету, да? Так что, когда нам ждать твое приложение в App Store? Ну, я подал заявку на создание аккаунта-разработчика, я за это 600 долларов заплачу. У меня лошара. Короче, вот. И когда... Если мне разрешат его релизнуть, потому что я иконку, и фоновые картинки все через чат GPT нарисовал. Вот. Если мне разрешат релизнуть в таком виде приложение, то я... А можно его уже попробовать через какой-нибудь Test Flight или еще как-нибудь? Вот чтобы в Test Flight закинуть хотя бы, надо, чтобы не одобрали аккаунт-разработчика. Ну, все. Тогда ждем, ждем одобрения и, надеюсь, в следующем выпуске тоже ссылочкой с нами поделишься. Будем слушать звуки метро. Да, я, конечно, всем раздам. А слушай, а звуки ты откуда брал? Это ж авторское право как бы. Creative Commons. С YouTube. Нашел по Creative Commons. Ну, есть база данных музыки по Creative Commons. Слушай, неплохо, неплохо. И я рад, что ты снова вернулся в программирование благодаря искусственному интеллекту. Спасибо большое. Нет, в программирование, кстати, я особо не ухожу. Я сейчас вот Node.js изучаю. У меня есть ментор Паша, мой друг. Мы с ним вместе учим ноду. Точнее, я учу, а он надо мной издевается. Ну, зачем тебе нода? Что это тебя отоперло? Слушай, да не знаю. Нравится мне код писать все-таки. Ну, тогда сегодняшний выпуск тебя порадует в большой мере. А когда это делаешь еще и для удовольствия, а не коммерческий, поэтому вообще прикольно. Ждем тебя, короче, в open source. Глядишь, Витя скоро начнет коммитать в ноду. Да, что-нибудь закоммитую там обязательно. Такие вот дела, Леш. Такие дела. Такие новости. Ну, значит, все. Обозначили, что у нас все в порядке, что в программировании мы не забываем. И вас, дорогие слушатели, не забываем. Будем сегодня необычайно спокойны, потому что оба еще отходим от болезни. Да, это точно. Но новостей много, и их надо обозреть. Так что поехали. Грохочет гром, Сверкает молния в ночи, А на холме Стоится мальтман и кричит. Сейчас поймаю AGI-ку И сверкать ты будешь мне Мне так хочется Чтоб стала ты моей Стоит мальтман к лесу мчится То поле, то кручу Все создать стремится AGI Всем привет-привет! Вы слушаете 33-й выпуск уже, можно сказать, музыкального AGI-подкаста Под названием AGI-подкаста С вами постоянно его ведущая Замечательный молодой человек Вот вам вот Виктор Ширенченко Всем привет-привет-привет! Ну и я, Алексей Картинник В качестве сегодня Отчетника Под этот замечательный трек Нейрокиша и Игир Видите, как назовем альбом? Как ты назовешь альбом? Расскажи Альбом? Ну, Сэм Альтман и AGI Соответственно Так и будет называться А для тех, кто не понял Вы слушаете на самом-то деле Один из самых крупнейших подкастов Про искусственный интеллект Новости и искусственный интеллект На русском языке Мы не выходили Месяц, как вы уже поняли Но это не помешало нам Выйти все-таки И рассказать вам Про все последние новости Новостей за последнюю неделю Наварилось столько, сколько За полгода дню наваривается Обо всем этом Сегодня будем разговаривать И большое, ребят, вам спасибо Что вы заметили, что вы не выходили Потому что для нас это было Самое страшное, наверное Что никто и не заметит Что мы не выходим Спасибо большое за комментарии Что вы писали Где подкаст Спрашивали Нам это очень было А может, если бы никто не заметил Не надо было бы нам Вот это вот Постоянно и выходить Знаешь, расслабились бы Время бы Больше было в свободного, не? Ну, нет Нет, нет Мы любим все-таки это дело Да Мы любим наш подкаст Мы любим наших слушателей Поэтому нет Ну, все Кринжатуры накинули Теперь можно уже начинать Не, классно Мне понравилось Я люблю, как ты поешь Так что Спасибо большое У меня просто эта фигня В голове неделю играла А текст ты написал? Ты сам писал? Да это дурак и молния песни Я просто дурак на Сэм Альтман заменил И все? Да Вообще отлично Надо мне в следующий раз Тоже так попробовать Да я тебе серьезно говорю Берешь любой трек Короля и Шута Любой просто И там есть главный герой Да, это или лесник там Или охотник Ты просто меняешь на Сэм Альтман И идеально получается Здравствуй, милый Ильюха Я ни в чем не откажу Я судир Печай Печай Ну, типа того, да Типа того Проклятый старый гугл Ладно, об этом тоже Давай, короче Нам там в чате уже пишут Что тебе пора ведь записывать полный трек Да, я когда-нибудь обязательно А я напоминаю, что мы записываем подкаст в онлайн Каждый второй четверг И записываем мы его в чате Нашим замечательным Ай-подкастом в Телеграме Присоединяйтесь Нас там много И все крутые чуваки и чувихи Энтузиасты ИАЯ Можно там про ИАЙ поговорить И про жизнь И послушать в онлайне подкаст Чтобы не ждать выхода его в субботу Либо в пятницу Что у нас еще есть? Почитать крутейшие фанфики Которые пишет Женя Агантаев Ох, Женя у нас просто мастер фанфиков Надо уже отдельный Телеграм-канал делать Да, кстати Женя иронизирует над тем, что я говорю ему, что круто Он пишет А зря, зря Действительно, мне кажется, достойно отдельного канала А знаешь, что еще пишет? Кто? Еще пишут наши девчата в блоге Идавл.клаб И каждую неделю Делают дайджесты В которых мы с тобой даже участвуем Да, бывает такое Так что, если хотите чаще узнавать о новостях ИАЙных Не раз в две недели, а почаще То приходите к нам в блог Идавл.клаб Там не только по ИАЮ, кстати, новости Там много экспертов айтишных Тоже нам дают интервью нашим девчатам И они делают из этого крутые, полезные статьи Так что приходите Вот Что нам еще надо перед основной записью там рассказать У нас каталог и сервисов есть Которые руки не доходят обновить Но тем не менее Он все еще есть Расскажи, что за сервис Что за каталог Смотрите, мы в нашем подкасте обозреваем целую кучу сервисов Уже за 200 штук перевалило Все эти сервисы Я думаю, уже за 300 просто Просто я не хотел называть ту цифру А, да Все они добавляются в каталог или каталог Как вам больше нравится Который захочен на GitHub Pages Туда можно заходить, смотреть, читать, выбирать сервисы Там есть поиск, фильтрация и прочее, прочее, прочее Слушай, я не могу нарадоваться нашему чату Там пишут, что по ошибке последний выпуск подкаста наш Два раза послушали Потому что подумали, что на прошлой неделе должен выйти Значит, надо послушать последний еще раз Да, как в первый раз, да Да, какие классные подписчики, а Спасибо вам за то, что вы у нас такие есть А знаешь, кого мы еще теперь любим? Которые подписчиков И кого любили, на самом деле И много про это рассказывали Но теперь мы вообще кореша-кореша Кого же? Ну, это NGX Engineering Excellence Мне по голове, конечно, не подходит Как правильно называется? NGX NGX И теперь они наши друзья Так что мы будем про них вам чаще рассказывать А если вы еще про них не слышали, не знаете Обязательно чекните ссылочку в описании А еще они проводят очень крутые конференции С айтишными звездами мирового уровня Не побоюсь этого слова Дядюшка Боб два года назад был В прошлом году они позвали МакКоннела на конференцию В этом году я не знаю, когда конференция должна быть Ну, кого-то они тоже топово должны позвать Ну, просто ощутите Вы видели, чтобы дядюшка Боб выступал на конференциях Еще, которые, тем более, организуют Ребята Хорошо вам знакомые И все это бесплатно, прошу заметить Все это бесплатно Ну, естественно, нужно зарегистрироваться Это сообщество в том числе Нужно зарегистрироваться на мероприятии И бесплатно позадавать вопросы в онлайне Стиву МакКонну Офигеть просто Ссылочка будет, конечно же, в описании Да, ссылка будет в описании Проходите Ну, и передавайте Инжинксу от нас Инжинксу, да Передавайте от Фламенный Привет От Ай-Подкаста И еще одна ссылочка будет в описании Сегодня Сколько можно Да, последняя, Леш, обещайте Последняя Я тут загнался, короче, что у меня мало Коннекшенов в Линкедине Я хочу их нарастить Хочу догнать их до тысячи Это моя мечта Поэтому, ребят, пожалуйста, давайте френдиться на Линкедине Со мной Ссылка тоже будет в описании Ну и про Лешу не забудьте Нет, Клеша не надо Леша когда-то сделал видос на Эти Бороде Как пользоваться Линкедином И по глупости сказал Добавляться ему в друзья Видосу этого 5 лет Мне до сих пор пишут люди Типа, давай в друзья А у меня там уже как бы лимит закончился И я в какой-то момент понял Что я 90% людей не знаю Короче, если Клеше не удается попасть Попадайте ко мне Идите ко мне Я, Леша, передам Что вы хотели ему сказать Ну или просто в чатик К нам приходите Вайя подкаст Мы там в свете активно сидим Или в чатик, да Или в чатик Все На этом закончили С объявлением новостей Наших подкастовских И теперь давай переходите К нашим новостям иишным Твоя любимая рубрика Моя любимая рубрика Большие рыбы Горбатый кит Это не рыба, кстати Ну ладно Я тут сериал просто один начал смотреть Там ужасный сериал Не смотрите его никогда Экстраполейшн называется С прошлого года Как человечество планету убивает Там была серия про горбатых китов А ты зачем его начал смотреть? А что-то я решил Демотивировать себя еще больше После болезни Да Ну что-то ты Да, вот Ну и плюс знаешь Ты постоянно выпускаешь Большая рыба Тут серия про горбатого кита Да, это решил Что точно нужно глянуть Ну я тебе так скажу Про горбатого кита У нас сегодня не будет ничего Зато будет, конечно же, много Как вы думаете Про кого? Про OpenAI Потому что Ая подкаст Он своевременно новости обозревает Ребята Прошу заметить Не, ну вообще-то своевременно OpenAI новостную повестку Буквально 13 мая организовал То есть 3 дня назад Так что все своевременно Но Ну да, ну да Я сегодня буду отвечать за Ты сказал, что в основном OpenAI А я буду сегодня отвечать за Google Нет, Витя, за Google Потому что, по моему мнению Google сделал сильно большую инфоповестку Буквально позавчера И весь интернет Не оценил эту повестку Все их смешали Чуть ли там не с какахами А я вот сегодня буду их защищать Потому что, по-моему, они сильно большие Давай тогда так и сделаем Потому что я тоже не оценил особо Поэтому ты мне будешь рассказывать, почему это круто было Ну давай, ну начнем с OpenAI Все мы знаем, что прошло 13 мая Нежданно-негаданно Сэм Альтман организовал анонсик По его словам Целая конференция Целая конференция, да Дома Конференция не по его словам Конференция реально, да Но по его словам будет показана Настоящая магия И в каком-то смысле она и случилась Потому что Представили GPT-4O Это не ноль, это O Оно обозначает Омни Если чё Потому что... Ты видел, как у нас в чате Его уже прозвали Нет, как? GPT-чо GPT-чо А, GPT-чо, да GPT-чо Но это правильно, потому что О тогда прослеживается Чё Потому что я заметил, что блогеры Русскоязычные говорят Почему-то GPT-4-0 Хотя это не ноль, это О Но неважно В общем, GPT-4O Это Омни-модель Так называемая То есть самая настоящая мультимодалка Сейчас, если вы вдруг забыли Или не знали Чья GPT Это несколько разных моделей Это и генератор текста И генератор звука И звук в текст, соответственно И генератор картинок А Омни Должна, по идее По представлению Сэма Альт Она должна быть мультимодалкой И генерировать вам сразу Налитой звук И распознавать звук И текст генерить, соответственно И картинки, в том числе И видео И даже говорят, что 3D-объекты Я в Твиттере читал А изображение Кстати, про изображение Ничего не сказали Кажется, будто бы Они пытаются все-таки Сохранить Дали Сохранить Дали Мультимодальная Которая работает с несколькими типами данных И даже с видео Там сегодня расскажу Как это можно сделать У нас есть еще Lama 3 Которая в своей версии На 400 миллиардов параметров Тоже должна стать мультимодальной Но ее нам пока не показали Все верно Ее еще тренируют И теперь у нас есть OpenAI Которые тоже, в принципе Мультимодальность нам еще не показали Но тем не менее Это по факту Всего лишь третий игрок Мультимодальный на рынке Ну, ее показали Продемонстрировали Да, но потрогать не дают 4.0 доступна В виде генератора текста Уже У меня она уже есть Работает она В чате GPT В чате GPT, да Работает она сильно быстрее Чем в GPT-4 И в API-шке она тоже доступна В API-шке она тоже доступна При том, что цена API-шки В два раза подешевеет Для GPT-4.0 И GPT-4.0 Будет доступна В бесплатной версии Чат GPT Она уже там доступна Ну, не у всех Еще пока Будем честны Это просто офигенская новость Ты понимаешь OpenAI Единственная компания У которой что-то дешевеет В последние годы У всех остальных Всегда все дорожает У этих уже второй раз Подешевело По тестам Первых дней Все прям Говорили, что GPT-4.0 Работает сильно лучше GPT-4 Turbo Мне она больше понравилась Мне тоже она больше понравилась Но ребята Которые промт-инженеры Я видел в Твиттере Я видел некоторых Русскоязычных ребят Они жалуются Что она сильно хуже Воспринимает промт-инженеринг То есть Ну и это скорее всего Сложности Проблемы архитектуры То есть это не будет Пофикшену в ближайшее время Условно там Хаки Типа 100 долларов Бабушка Или просто следование Инструкциям четким Через промт Она обрабатывает Похуже Чем GPT-4 Turbo Так что посмотрим Главное Чтобы это не был трейдов Но в целом Мы получили Два раза быстрейшую модель В два раза дешевле GPT-4 Turbo Это просто вау И еще они ее Бесплатно теперь выдают Да с лимитом Там сколько 40 сообщений 15 сообщений В 3 часа вроде бы Но все равно Компания OpenAI Дала самую топовую Мировую модель В бесплатном доступе Пусть и на 15 сообщений Это просто Офигенское достижение Что бы нам там не говорили Они действительно Получаются OpenAI Потому что они открывают AI передовой Уже и без регистрации И еще GPT Много где доступят На самом деле Поэтому действительно Действительно OpenAI Ну контекстное окно Осталось старым К слову говоря Что еще? Голос Просто потрясающая Генерация голоса Там уже в чате пишут Что нет на бесплатном GPT-4O Ну потому что Они еще раскатывают Раскатывают У некоторых юзеров есть У некоторых и на платном Нет пока что 4O К слову Генерация голоса Пока что Некому недоступна Все ролики Которые есть От блогеров Это старая генерация Голоса СМАЛТ Он в твиттере Своем тоже подтвердил Пока что Новый ТТС Никому недоступен Но Но То что нам показали На демонстрации Это просто Мега вау Потому что Новый голос От OpenAI И новый голос GPT-4O Это просто Какой-то Самый настоящий Сайфай Она Выражает эмоции Выражает их К месту Делает паузы Делает вздохи Реагирует на твои эмоции Что важно То есть это полноценная беседа Которой ты даже можешь перебить Голос модели И ставить свои 5 копеечек Блин, вот эта вот фишка Что можно перебивать модели Она И Google тоже ее показал Ну такая херня, честно говоря Ну я не знаю Нет, иногда Она еще так неуклюже выглядит Она может тебе всякую фигню нести Ты можешь перебить нормально Мне не составляло труда Нажать просто Stop Generation Они по факту просто сделают Что нажимается Подпись Stop Generation Представь, что ты используешь Новое десктопное приложение Которое, кстати, зарелизили Для Макоси Только для Макоси Только для Профитсессоров М Которое у меня не работает К слову Потому что мне еще не дали К нему доступ Представь, что ты занимаешься Своими делами Пишешь код И говоришь С приложением Которое там где-то в фоне То есть ты даже не можешь Дотянуться до него Чтобы нажать Это удобно Это удобно Я согласен Это удобно Но это не революционная фича Ну они на нее столько времени потратили Они так уже Из себя выдавливали Они буквально в каждой демке Показывали, что они могут ее перебить Да господи, ребята Ну мы поняли с первого раза Ну что вы нам Вы нам лучше дайте Ассистент этого Потрогать А не вот это вот все Это правда Это правда Кстати, говоря про Десктопное приложение Которое пока только Для Макоси Винду обещают Но потом Оно будет видеть Твой рабочий стол Как тебе? По приложению Мы еще чуть-чуть дальше поговорим Ну или можем прямо сейчас У меня Можем прямо сейчас Тебе не кажется, что это очень похоже на машинет? Разве что машинет управляет твоим компом? Нет, нет, нет Не на машинет, на MateOS, во-первых На MateOS, сорян На MateOS, да Мне кажется, что Действительно Ребятам из MateOS Прям сильно больно будет Потому что суть та же Мне другое прикольнуло Вот это вот приложение Я когда смотрел его презентацию Я такой, блин, я хочу его А когда ребята нам рассказывали Про MateOS Когда мы их звали к себе на спешл Кстати, можете послушать спешл Сео MateOS Мы два раза делали Про машинет Про MateOS Помнишь, как мы там недоверчиво относились? Мы там про правоси спрашивали Типа, как будете это продвигать? А здесь такой Сэм Альтман Смотри на мой компьютер Прямо сейчас Репутация То есть мы настолько уже к этому привыкли Что мы такие Окей, да Мы ставим эту штуку себе на комп И даже не будем смотреть на галочки С разрешениями Да-да-да-да-да А вообще прикольно Они прям Дэмку эту Ну, типа, это удобно Иметь открытое рядом приложение На каком-нибудь втором монике В котором у тебя ассистент Который видит твой экран Угу Но правоси Не забываем про правоси Да Еще Меня прикольнуло Еще Давай, говоришь, ты прикольнула А потом Я хочу соскочить Я хочу всыпать Всыпать говнеца В бочку меда Всыпай, я подожду Мало кому раскатили пока приложение Мне нету У меня нету Витя Мне сегодня У меня есть приложение Нету доступа Как они его раскатывают? Ты заходишь к себе В интерфейс чата GPT И у тебя над окошком Для ввода промптов Появляется поп-ап Которым написано Типа, эй, чувак Тебе доступно Десктопное приложение Для macOS И скачай его по этой ссылке И дают ссылку Угу Мне сегодня оно появилось Я такой, вау, как круто Как раз перед подкастом Сейчас потещу Я скачиваю 50 мегабайт Оно весит Я его устанавливаю Дальше оно открывается И там просят залогиниться Значит, у меня логин через угол Я логиню через угол Первая штука Которая выстрелила мне в ногу Это то, что у них В принципе Всегда открывается Safari Как браузер, через который ты логинишь Я Safari пользуюсь Раз в пять лет Вот когда покупаю себе компьютер Apple-овский Устанавливаю себе Firefox через Safari И забываю Про страшный сон Поэтому я очень долго Вспоминал, как мне через Safari Залогиниться Свой пароль Вспоминал Дальше Был второй выстрел в ногу Когда я вспомнил пароль У меня стоит Tofa на хардверный ключ На приватный ключ У меня на этом На ключах висит Хардверный ключ Для логина в гугле Как бы я ни пытался Я раз пять пытался Мне через Safari Не позволило Через мой ключ Залогиниться Мне просто писало Что на моем ключе Нету, блин Записи для гугла Хотя она там есть Через любой другой браузер Все логинится Возможно это проблема Приложения в OpenAI В итоге мне пришлось Логиниться через Push На мой телефон Короче, я Я скурпулезно Минут десять Продирался через эти дебри В итоге через Push Я логинюсь И мне выскакивает окошко Что у вас пока что Нет доступа К константной версии Чата GPT Я такой Что? Ну нахрена мне Push выслали? У меня все то же самое Только без ключей Блин, ну Они же мне даже В интерфейсе написали Что я могу скачать Что за фигня? Ну это странно Да, это странно Я прям расстроился Я такой Да, пошли вы К слову Даже если Вы залогинитесь И даже если Вам дали доступ В это приложение Vision Рабочего стола Там пока что Все еще нет Ну, кстати С Vision Все вообще И с голосовым ассистентом Там Ну Я Я вангую Что мы будем ждать Еще месяца четыре Как это было С написанием кода С салфетки Когда они нам его показали Ой, блин Я уже хочу Я уже хочу Ты видел Что они показали Еще Они показали Vision с телефона Ты включаешь видео И модель В реальном времени Говорит тебе Что вокруг тебя Ну, фотка Отправляет Ну, окей Это буквально То, как должен был Работать Rabbit R1 И который не работает так Ну что, они сделают Контеграцию G5.4O И будет работать он так И будет работать, да И надо было немножко подождать Я посмотрел обзор Рэббита У Маркуса Браунера Давай мы не будем сегодня Про Рэббит Вот он ко мне дойдет И тогда мы его обсудим Окей, договорились А я тебя тут еще закинул Дегтя Типа То, что они показали Это все красиво Ну, давай вспомним Как Google показывал Свою мультимодальную модель А потом оказалось Что это просто Подготовленный Срендерин И склеенный видос Да, было дело Чтобы тут так не оказалось Чтобы тут так не оказалось Тоже стремно Тоже стремно Ладно, ладно Но с другой стороны Кстати, я вот только что Открыл чат-бот-арену Я буквально сегодня Вчера вечером чекал Есть ли у них уже GPT-4O Еще не было Потому что они обновляют Свои бенчмарки Раз в неделю Сегодня появился GPT-4O в чат-бот-арене Точнее вчера Ну, сегодня, считай И он отрывается От всех Он на первом месте Он отрывается от всех моделей Просто на какое-то Несусветное количество очков Типа у него 1289 очков Ближайший конкурент GPT-4 Turbo У него 1250 очков Разница между GPT-4 Turbo и G-Mini Например Про Последний В 4 очка То есть разница Между вторым и третьим местом 4 очка Разница между первым и вторым местом Блин 40 очков С большим отрывом С большим отрывом И голосов там немало Там уже 12 тысяч голосов Ну, типа, просто вау Вау Можете посмотреть Сами сходить Да, наверное, не зря Наверное, не зря Появились слухи Что Apple Будет сотрудничать С OpenAI Что они заключили соглашение Партнерское И Ну, детали особо не раскрываются Но, судя по всему Apple таки будет интегрировать Решение OpenAI К себе Для того, чтобы Пработал С ним Там слух был интересный На Reddit писали Что будет новая модель Под названием По-моему GPT-4 S И эти слухи Они пошли еще до До релиза GPT-4O А после релиза Все сошлись на мнение Что, скорее всего Для Apple OpenAI Подготовят какую-нибудь Модельку Типа GPT-4OS Где S это small То есть, короче Модель, которая будет На устройство запускаться Локально Все ждут этого На большие запросы Отправлять куда-нибудь Я вот знаешь Что жду Я не понимаю Как Как Apple Любит делать релизы Они любят Релизить много фичей Говорить Ребята А чтобы все эти фичи Попробовать Надо будет купить Последний телефон Блин, последний не катит Я вот думаю Покупать ли мне iPhone 15 Или дождаться И Ты даже здесь До встречи Презентация А потом узнаешь Вот Потому что Ну, кстати Стремно Кстати, вот за этот месяц же Кроме всех Кроме конференции OpenAI Угла Еще проходила конференция Apple Как она там называется Apple Dev Days Ай Это конференция На которой показывали Это не то, что конференция Они там просто показывали Новый iPad Ну, вообще Они там показали Процессор новый Так-то М4 Который типа Супер заточен Под AI Но по факту Все И мне было Смешновато Немножко Ну, типа Ну, ладно Может они На DubDubDC Оставили Самый смак Посмотрим Он будет Буквально через месяц 10 июня Начнется Ну, как-то Смешновато Кстати По поводу смешного Ты вот Быстренько нам рассказал Про то, что Ассистент голосовой Не поддерживается Пока что Там же история Глубже Там Ну, типа В презентации Прям говорили Что пока что Это ничего Недоступно Но люди Почему-то Все рынулись Даже всякие Даже всякие Крутые блогеры Типа Миша Ларченко Который у нас Кстати был Написали, что Боже мой Оно не работает Так на презентацию Чуваки Потому что Слушать надо Там это Прямо сказали И Всех настолько Ну, все настолько Не услышали Это, что Сэм Альтман Даже вчера Написал целый твит В котором написал Что ребята Ну, нет Оно еще там Нету Там этой модели Там старая модель Я тебе больше Скажу Я видел Видосы Блогеров Которые Говорят С GPT-4 Со старым Тексту Спичем И Восторженные отзывы Типа Вау Как это круто Как эмоционально Какой крутой Новый голос А это старый У нас сообщество Белорусскоязычных Любителей Искусственного интеллекта Ребята тоже начали писать Типа О, с белорусским языком Стало лучше работать Голосовой ассистент И На самом деле В этом есть доля правды Потому что Тут нужно понимать Как оно сейчас работает У тебя Ты говоришь голосом У тебя Тексту Спич Моделька Голос Переводит в текст Дальше Этот текст отправляется В GPT-4O Он ее обрабатывает Этот текст Отвечает Потом этот текст Озвучивается Тоже Тексту Спич моделькой То есть по факту Работа Может показаться Что она стала Работать лучше Но она стала Работать лучше Не потому что Там мультимодальная модель На всем Пайплайне А потому что 4О быстрее И по факту Мы ждем чего Мы ждем Чтобы в принципе Тексту спич убрали Из этого пайплайна И чтобы все Сразу сваривалось В GPT-4O Сразу у тебя Аудио туда Отправлялось И GPT-4O Сразу отдавал Аудио И это пока Не раскатили Скорее всего Потому что Там пытаются Понять Сколько мощностей На этом нужно будет То есть это будет Не замена тексту Спич движка Это будет в принципе Его выброска На мусор И прямое Проксирование В GPT-4O И да Некоторые блогеры Увидели Что он лучше отвечает Потому что Блин Текст обрабатывает GPT-4O Но никаких эмоций Никаких флиртов Никаких распознаваний Внешних звуков Эта штука Пока делать не умеет Потому что Пока что Это обычный перевод Звука В текст Пока что Напрямую звук попадает Когда он начнет Напрямую попадать Тогда можно будет Просто включить В лесу Золосовой ассистент И спросить Что это за птичка поет И тебе действительно ответит Или исправлять свой акцент Помнишь Это мой юзкейс Который я ждал Целых два года Да, кстати Все Тьютеры английского Среднестатистические Не нужны будут Ты просто Будешь говорить После конференции Акции дуолингового Упали Леша О да Кстати Это тоже было И кстати Помнишь Мы еще В поездке Нашей Когда мы ездили Снимать Ребят Для нашей документалки Которая скоро выйдет На НВ-клубе Я помню Что там GPT-4O Хотел сделать Который будет Переводить Да Я когда смотрел Видос с конфы Я тебя вспомнил Да Тогда не получилось Его сделать Только потому Что GPT Не понимал Кто сейчас говорит Он не различал Голоса И он начинал Подожди Давай дадим Немножко контекста Леша хотел сделать Универсального переводчика Типа когда Человек GPT Должен слышать немецкий Он должен сам понимать Что это немецкий И сразу же Переводить это на английский И наоборот Ну ты просто вначале Сдаешь GPT И говоришь Что мы будем разговаривать Вдвоем На немецком и английском Слышишь немецкий Переводи его на английский Слышь английский Переведи на немецкий Очень простая инструкция Вроде должна была работать Но буквально На третьем Или четвертом Диалоге Он начинал путать людей И начинал переводить Там условно Немецкий на немецкий Немецкий на английский Путался И это вот ровно то Что показали Вообще Они показали Ровно этот кейс Они просто Сидят такие Типа чувак Нас тут двое Там Сэм И это Мира Только не Сэм Грег Грег там По-моему Брокман сидел Короче Не важно Типа мы сейчас Будем говорить На каком-то там Испанско-английском Все погнали И оно работает Все Языковой барьер До свидания Так вот у нас в чате Не так давно Спрашивали Как скоро появится Технология Которая Сотрет языковой барьер Полностью Настолько Что не нужно будет Учить языки Но вот по факту Она появилась Теперь вопрос Ее раскатки Как быстро Она появится У всех Еще на презентации На презентации Не все рассказали Потому что вот сколько Два дня прошло с презентацией Сейчас начинают Новые изменения Докатываться Чат GPT сменил логотип Во-первых Теперь они не зелененький Кружочек А беленький Перешли на сторону Мы теперь и такие новости Обсуждаем Не ну просто На самом деле Это незаметные штуки Но интересные Логотип еще ладно Они сменили домен Раньше они были доступны На домене чата OpenAI.com А теперь этот домен Redirected На charge5.com Интересно А они покупали его У кого-нибудь Я абсолютно уверен Что они его покупали Потому что если бы Я очень долго удивлялся Почему у них в принципе Charge5 Не на домене Charge5.com А на OpenAI Я думаю у них там Были проблемы Потому что этот домен Был выкуплен кем-то Возможно RioHaisonscape Вот он его продал И ушел с компанией Но об этом еще поговорим И в интерфейсе Тоже изменения Сейчас докатываются Я сегодня с утра Долго не мог найти Где мои личные настройки Они были слева внизу Они переехали В правый верхний угол Ну да Я заметил все это Полезные советы От Алексея Картинника Если вы не можете Найти настройки На чат GPT.com Послушайте 40 минут Нашего подкаста Вот Ну что Наверное из основных Новостей С конференции Spring Update OpenAI Это все? С конференции Точно все Но новости Про OpenAI У нас еще имеются Потому что Стало известно Где Илья Суцкевер Он вышел на связь Не с нами Не с нами К сожалению Но Но вышел Ну как Ну я говорю Моя ходовая идея Короче Новость в том Что Илья Суцкевер Покинул компанию Официально OpenAI Все Больше он не работает В OpenAI Ну в каком-то смысле Наверное Было уже даже Ожидаемо Ну мы все За ним следили Последние Сколько там Полгода Он вообще Не выходил на связь После той эпопеи С подсиживанием Сэма Альтман Назовем это так Если вы не слышали Можете послушать Мы в выпуске 20 Наверное Там по названию Сориентируйтесь Рассказывали Что там был за инцидент После Вот этого инцидента Ильюха просто Пропал И вот он появился И сказал Он написал пост В твиттере В котором сказал Что OpenAI Это самая крутая компания И что они сделают Иджай И что это очень крутые ребята Но он покидает компанию И уходит работать Над каким-то своим Очень дорогим Для него проектом Про который он нам В скором времени расскажет Узная Илью Расскажет нам хорошо Через полгода В твиттере Моя версия В том Что он продал Продал Тавер Чатжи 5.com Получил бабла и ушел И ему больше не нужно работать Ну прикинь Если это на самом деле Так блин Так смешно будет Вообще кроме Ильи Там еще один чел ушел Ян Лейке Они вместе с Льей Возглавляли Направление По развитию Яя И вообще Илья Еще раз напомню Тем кто не слышал Не знает Это человек Который На своих плечах Взрастил всю архитектуру GPT И в принципе Наверное Один из самых Цитируемых Ученых В сфере Яя Сегодня Не чат GPT А GPT Да GPT GPT И я даже не знаю Мне кажется Что Вот как ты думаешь Куда он может уйти Что он будет делать Слушай Я раньше думал Что его перехантить Антропик Вполне Почему-то так Казалось Мы с тобой даже В предсказаниях По-моему Про это говорили Что-то было такое Но Здесь он говорит Что над своим проектом Работать Может он где-то Нашел еще денежки Короче Я тоже думал Что это будет Либо Антропик Либо он вернется В DeepMind Но если Представишь Что он продал ChargeGPT.com То возможно Ну смех смехом Но По его тону Кажется Будет он откроет Свою компанию какую-то Выглядит так Что да И там шутили Что это будет Компания в стиле Дэвида Бэкхэма Может ты видел Эти видосы Дэвида Бэкхэма Где он такой Типа я Ухожу из футбола Я завел Свой собственный бизнес И видос С курятником У меня там куры бегают Типа ферму Завел чувак Блин Прикольно Я расстроюсь Если Илья В такой бизнес уйдет Все-таки Это мировое светило Мировое светило И я И мне кажется Он просто обязан Он горит этим Он обязан двигать Дальше И технологии Интересно Пытался ли его Эппл схантить Как думаешь Слушай Он был уже В таких перетурбациях Менеджерских Что мне кажется Ему уже не захочется Быть под кем-то Я делаю ставку На то Что он откроет Свою компанию Возможно Конкурента всем А возможно Что-то вообще Отстраненное Что будет Очень сильно Двигать науку Вперед Ну в любом случае Я думаю Мы будем следить Надо не забывать Еще что Много же инженеров Тоже ушло За все это время И команду Собрать ему Не составит труда Ну да Да Это правда Там мне понравилась Реакция Под этим твиттером Во-первых Он сразу же Под сообщением Выложил фотографию Со всей командой Там и Грег Брокман И Мира Мурать И Сэм Альтман И еще один парень Прикол в том Что все на этой фотке Улыбаются Кроме Ильюхи Ну он тоже Вроде как улыбается Но он как-то улыбается Меньше всех Думаю Что специально Подобранная фотография Думаю Да Потому что Ну вот Ильюх Он очень плохо улыбается Сэм Альтман улыбается Так будто бы Ему просто сзади Ниточки привязали Чтобы он улыбался Ну это уже Теория заговора Но фотка смешная В этом плане Конечно Типа Вот наш чел уходит Вот мы все радуемся А он стоит такой грустный Мы выжили Этого чела Даже Лекс Фридман Откомментировал Кстати написал Удачи братан С Лексом Фридманом Вообще Ну в общем Да Удачи братан Типа Русскоязычная мафия Да все такое Во вторых С Лексом Фридманом Там вообще прикол разгорелся Те кто не знают Лекс Фридман Это крупнейший Технический подкастер В англоязычной среде У него там С маском интервью Со всем кем угодно Лекс Фридман По-моему Несколько недель назад Выпустил видос на канале Что он уезжает В Амазонку Делать какой-то Ретритмент Очищаясь там Свой дух И параллельно Снимать какой-то Контент Про глобальные Изменения Что-то такое Короче он сказал Что я уезжаю в Амазонку Я буду без интернета Долгое время Типа И не буду вообще Никому ничего не отвечать Вот этот чувак Мы перелул Да И тут он пишет Этот твит И у людей там Реакция не типа Эй Лекс Там позови его На интервью Сускевера А там реакция типа Чувак Ты что нам Из Амазонских джунглей Пишешь Чувак Да ты живой Да мы скучаем По тебе Вернись Это смешно Прям в контексте Ну да Человек специально Залез на пальму Какую-то А я вот не удивлюсь Если Лекс Фридман Экстренно Сейчас просто летит Чуть ли не пешком Бежит из Амазонска В джунгли Чтобы сделать интервью С Ильей Сускевером Я думаю Что анонс проекта Ильюхи Будет у кого-нибудь На интервью Скорее всего Это будет Экстридман Так что ждем Или Илья Летит в джунгли И они там на фоне Анаконды Будут Записываться Да Но мне аж грустно стало Я когда это прочитал Знаешь Грустно из-за того Что все закончилось Ожидаемо Но ты все равно верил Что они разжурят Такой думал Добро победит Все будет классно Да Да Хотелось Ну видишь Видимо Альтман не простил Предательство Странно что Я не помню Этот Open AI У них Они публичные Уже не публичные У них акции там Торгуются или не торгуются Что-то я Совсем Вот этого я не помню Там у них очень сложная схема Организационная Ты же помнишь Какая у них структура Да Ну короче Интересно посмотреть Как инвесторы Отнесутся к тому Что Илью в итоге уволили И как вообще Общественность Отнесется Я помнится Делал ставку На предсказаниях Что уход Ильи Может сильно затормозить Развитие Open AI И забустовать Ту компанию Куда он присоединится Так что может быть У нас будет смена Лидеров рынка В ближайшее время Посмотрим Ну посмотрим Посмотрим Что еще у нас С Open AI Так Слухи 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 про то Что Open AI По идее Кстати то Что ждали На этой конференции Очень многие Так сказать Эксперты Предсказывали Что Open AI Представит Поисковик Не GPT-4 Не GPT-4 А Все говорили Что Open AI Будет показывать Свой поисковик Что это будет Конкурент Гуглопоиску Интегрированный В чат GPT Что он научится Сам браусить Без всяких бингов Под капотом И прочее Что будет Выполнять Индексацию Страниц И выдачу их Самостоятельно Но этого не случилось Тебе этот слух Не казался странным Он действительно Прям разлетелся По интернету Но Блин Да он же Он странный Ну типа Смотри Чтобы сделать Open AI Свой поисковик Конкурировать С Гуглом Во-первых Им нужно Как-то сказать Этому Сатье на деле Что Знаете Бинг перестает Ехать на наших Пещах Выгребать Да Это раз Во-вторых Им нужно Блин Как-то Переделать модель Либо Сделать кучу настроек Чтобы Результат Который Там Находится Моделью Как-то Факт чекался Как-то Негалюцинировал Пока что С этим Никто Не справился Никто Из конкурентов Ни перплекс Никто Все эти Поисковики Интеллектуальные Они Даже угла Нормально Не получается Да Да Ни у кого Не получается Не знаю Может они Qstar Хотели Каким-то Макаром Здесь задействовать И использовать Либо они Просто хотели Сделать Поисковый Движок Который Будет Саморизироваться Через G5 И чё Но Слух По всем Параметрам Странный То есть Нет Очень странный Ни одной Предпосылки К тому Что они Хотят Это делать Зачем Ну Зачем Ну Это Как будто Бы вообще Выходит Уже За Рамки Их Бизнеса Плюс За рамки Соглашения С Майкрософтом Действительно Смотри Там В чате Пишут Что Я Еще В феврале Покинул Чекайте Информацию Куда Он Ничего Не Покидал В феврале В феврале Его Исключили Из совета Директоров Компании Он числился Вот буквально Может даже Еще числиться То что он Сказал Что он Увольняется Не значит Что его Формально Уже Уволили То есть Чиф Сайентистом Он Опен И оставался По сегодняшний День А там Про Карпатого Писали Да Кстати Андрей Карпатый Красавчик Вот мне нравится Он ушел Из Опен Молодец Чувак Ездит По конференциям Расскажет Как GPT-4 Работает В общем Смотри Какая штука Google Мне Последнее Время Жалко Знаешь Почему Потому Что Опен И Успевает Быстрее Со своей Конференции Нет Потому Что Весь Мир И мы В том числе В какой-то Момент Ржали С Гугла И вот Последние Выпуски Мы Нет Начинали Уже Признавать Что Угл Вроде Как выходят Нормальные Оппозиции Там Жемини Они неплохо Выстрелили Но в целом Если разобраться Прикинь Ты компания Которая Представляет С собой Топ-4 Компании Мира По развитию Яйных Инструментов Это OpenAI Anthropic Facebook С Ламой И Google Можно даже Сказать Топ-2 Потому Что Если брать По спектру Всех Решений Которые Есть По факту В углу Конкурент Только OpenAI И мы Ржем С топ-2 Компании Ну типа Мы такие Сажавшись Типа Вы нам Доказали Конечно То Что уже В OpenAI Давно есть Причем Большая часть Из этих людей Которые ржут Они даже Не пользуются Ни OpenAI Ни Google Прикинь Как обидно Ты второй В мире И тебя Все этим Троллят Потому что Ты тупо Второй И не первый Давай я поясню Почему Мне это смешно Ну давай Мне это смешно Потому что Не потому что Google плохо пытается Google очень хорошо пытается Особенно последнее время Мне смешно С того как Пришла Одна небольшая Компания OpenAI И разворошила Просто палкой Осиное гнездо Ну давай так Пришла компания OpenAI Вместе с компанией Microsoft Давай не будем Да это правда Это правда Тут важное уточнение Но все равно Ну понятно Как все эти осы Залетали сразу Там и барды Вам пожалуйста И какие-то Стремные анонсы И все Первое время Казалось Что это все смешно Потому что Действительно Тот же бард Это все было смешно Это было как Примерно с гроком Сейчас Когда Крупная компания В лице Крупного Человека Выкатывает Кую-то фигню Которая работает Хуже в OpenSource Раньше с гуглом Было так Но извините меня Сейчас Гугл показывает Отличное решение Ты снэйпа пародируешь Я понимаю Кто нас не слушает А смотрит Можете Посмотреть Видите Действительно На снэйп похож Короче Это ты так Не любишь гугл Что Авата Кедавров Меня кинул сейчас Да Ты понял Круцова Понял Я тоже В Гарри Поттера играю Я уже прошел Короче Прошла конференция Угла Google I.O. Это крупнейшая Ежегодная конференция Угла Для разработчиков В основном В прошлом году Мы с этой конференцией Ржали Потому что Google на этой конференции Миллион раз Сказал слово AI В этот раз То же самое Только G.B. Ну видишь Они научились На своих ошибках Они решили Раз такой хайп Они получили С AI Надо было говорить Что-то свое Чтобы хотя бы Их слово Завирусилось И в этот раз Они сказали По разным подсчетам От 120 до 125 раз Слово Джиминя И в принципе На вот этом меме Что они Всю конференцию Горили Джиминя Все шуточки И заканчиваются По-хорошему Люди Которые не копаются Вглубь И не смотрят Что там было представлено Они по факту Горят Что Google 125 раз Сказал слово Джиминя И не показал Google Показал Дофигища Дофиги Он всего Просто вы Дорогие мои Ребята Кто думает Что вы Он ничего не показал Смотрели Кейноут Для всех А потом Был еще Кейноут Для разработчиков И в сумме На этих двух Кейноут Показали Столько всего Что у меня Прям волосы На голове Стали снова Расти Я Я Чтоб вы понимали Спасибо Я купил Снова подписку На Джиминя Если помнишь Я два выпуска Назад сказал Что мне Джиминя Не нужен Мне полностью Хватает Антропика И GPT Я Вчера Тебя прям Вдохновила Конференция Что ты Купил Меня так Вдохновили Те нововведения Которые они делают И я понял Что я без них Не Ну я хочу Их Тестировать Я хочу С ними работать Давайте По порядку Давайте Начну Наверное С того Что Нельзя Пока потрогать Но что Будет Революцией Если это Выйдет В прот Мы конечно Знаем Что угол Может где-то Приукрасить Мы помним Презентацию Мультимодальности Неудавшуюся Но я думаю Они все-таки Учатся На своих ошибках Короче Они презентовали Новые модели Работающие С графикой И с видео Соответственно С графикой Модель Называется Imagine 3 У них до этого Была версия 1.2 Вторую версию Они убрали Из Gemini В свое время Когда вот Был этот хайп С тем Что людей Там рисовало Неправильно И вот Они выкатили Imagine 3 Ее не будет В продуктах Google Она пока Доступна Через Вейтлисты Для тестировщиков Через Специальный Сайт Под названием Google AI Test Kitchen Нужно Вейтлист И вам Возможно Дадут Доступ К Imagine 3 Судя по Презентации Imagine 3 Это Фотореалистичная Диффузионная Фотореалистичная Сетка Ну как бы Ничего Но Давайте по чесноку А какие мы еще Сетки имеем Которые рисуют На уровне Миджорни Да по факту Одну Стейбл Диффьюжн XL И все Да Даже Далли не может Фотореализм Даже Далли не может Ну там Поговариваю Что 4 OGPT Уже можешь Фотореалистичную Графику рисовать И вроде даже Слева какие-то были Но все равно Даже если так 4 Google сделал Топ 4 модель В мире Ну офигенно Я считаю Что офигенно Во-вторых Вторая модель Которую они сделали Называется VEO И это Третий Ну точнее второй Из известных На сегодняшний день Конкурентов SORE Open AI Короче Это модель Которая может Генерировать До минуты До минуты Никто не заявлял Что может генерировать Ролики Видеоролики Абсолютно реалистичные Модель Это скорее всего Понимает Физические процессы Либо правила В нее заложенные Она делает ролики В Full HD качестве До минуты SORE Нам когда показывали Она там делала ролики По-моему По 15 секунд Вот Google VEO По их презентации Делает то же самое Только минуту И Full HD качество Ну давайте Окей Это очень крутая новость И то что это все Будет нагрировано В YouTube И скоро Контент креаторы Будут еще больше Креатиться Это я про это еще не рассказал Это я дальше еще расскажу Про это Но Но Давайте не будем забывать Что SORE Тоже нету Пока что Да Так я к тому и говорю Что это один из Это по факту Одна из трех Существующих На сегодняшний день Нейросетей Которые потенциально Могут генерить Студийного качества Видео Первая была SORE Вторая Буквально Вот в конце апреля Релиз был Это китайская Вайду Мы про нее Может сегодня Еще немножко поговорим И третья Это VEO Ни одна из этих моделей Пока никому не доступна Ну SORE Там только блогерам Каким-то доступны И блогеры уже жалуются Что там Одна из ста генераций Хорошая получается И понятное дело Что Google Конкурирует с OpenAI То есть сейчас Для меня ситуация такова Так выглядит Google видит Что делает OpenAI Google понимает Что за OpenAI Идет Тенденция Мода Тренд И они Пытаются Конкурировать Но теперь они пытаются Делать качественно Более того У Google Есть YouTube И если они действительно Выкатят Что-то типа SORE VEO Если они выкатят И оно будет работать Хоть как-то сносно То YouTube Просто скаканет На новый Качественный уровень Можно будет Ну прикинь Можно будет генерить Stories по тексту На качественный уровень Или на количественный уровень Скаканет Как ты думаешь Качественный Если эта модель Понимает физический мир То качественный Конечно же Это тебе не Runway Мэльс и Gen 2 Это блин Штука Которая генерирует Фотореалистичное видео И Google Настолько Преисполнился Ну то есть Сейчас же мы как Со всеми этими моделями Которые нельзя потрогать Мы можем о них судить Только по пафосности Того Как про них рассказывают Ну да Да Google настолько преисполнился Что он сказал В ближайшее время Покажет демонстрационный фильм Созданный полностью Этой системой Целый блин фильм Я бы посмотрел Такой фильм Да я бы тоже Интересно что Жанр у него будет Как думаешь Ну смотри У тебя в фильме В целом У тебя не бывает Кадров больше минуты У тебя в фильмах Там обычно кадры Меняются раз Несколько десятков секунд И то и чаще Ну все равно Нужно же до контекста Сохранять Как-то уметь Там сцену Да натренируют Сделают Они сказали Что через эту систему Можно будет Генерировать видео Можно будет Править видео Можно будет Дорисовывать видео Применять Кемиографические эффекты Детализировать Сцены В общем Ну Распиарили знатно Если покажут Пока что мне кажется Что если они это выкатят То это будет Лучше ссор То есть мы не видели Ни ссор Мы не видели Ни вео в деле Но если судить По тому что рассказали То вео сильно круче По своему функционалу Ну Я Скажу так Я понимаю Что тебе включился Наконец-то Адепт гугла Который почему-то Выключался На долгие-долгие выпуски Я скажу так Давайте посмотрим Подождем И одну и вторую Да Давайте подождем Это не адепт гугла Я просто понял Что мы Наверное Что гугл Выходит на нормальную дорожку И мы Возможно Не заслуженно его хейтили А возможно Мы его заслуженно хейтили И через хейт Гугл понял Что надо как бы Делать нормально Давайте поговорим Про Да И вео Оно тоже доступно По вейт-листам Можно самому Вейт-лист это стать Кстати Можно ли было Для ссоры вейт-лист стать Нельзя было А тут хотя бы Можно попробовать Стать известным Контент-креатером Да В общем-то Можете вейт-лист Тоже встать Ссылка будет в описании А вот То что можно попробовать И что гугл сделали Они Ну во-первых Они показали Свой Веб-сервис Который скоро раскатят Который очень похож На чат GPT Gmini App Называется По факту Это копия GPT Там будут аналоги GPT-сов Там будет поддержка Разных языков Особо не интересно Хотя мне как пользователю Gmini Я пользуюсь Gmini Advanced Подпиской Мне конечно не хватает Хорошего веб-интерфейса Я бы с удовольствием На что-то другое пересел Так у вас же есть Этот Ну бывший Барт Google.com Gmini Advanced Он называется Его не хватает Gmini.google.com Там В интерфейсе Там нет Минимум аналогов GPT-сов Чего не хватает Если туда добавят То будет круто Это ладно Они интегрируют Gmini в Android И это ожидаемо И Ну тут уже Конкуренция С OpenAI Не попахивает Тут уже скорее OpenAI Интегрируется С Apple Потому что Все понимают Что рано или поздно Google интегрирует AI в Android Ну да Да Они давно уже Об этом говорят Собственно говоря Уже на прошлой Google ее обещали Ну а на этот Google Они уже показали Как это будет выглядеть В частности Они показали Ассистента Называется Он Project Astra Который умеет Делать ровно Все то же самое Что умеет делать GPT Голосовой ассистент И Тоже Критики сказали Ха-ха-ха Ха-ха-ха Как смешно Сделали Голосовой ассистент Чата GPT А что в этом смешного Ну типа А у нас есть еще Какие-то аналоги Если завтра Сервера GPT Чата лягут То вы ассистентом Пользоваться не сможете Вспомните Как он тупит Он реально часто тупит С херовым интернетом Он работает абсолютно Никчемно Что смешного В том что появляется Еще один аналог От другой компании Который будет Конкурировать За внимание и возможно За качество сервиса Я считаю Это офигенная новость Нет Конференция Я с тобой полностью согласен Это Приложение один в один Оно может По видео смотреть Что происходит вокруг Оно может считывать Прямо с видеокода Говорить Что с кодом происходит Они даже успели Для демонстрации Показать Что это приложение Можно перебивать Явно на коленках Просто это делали За два дня Они увидели Что OpenAI Такое есть Такие Блин Нам тоже надо Да Это выглядит Как копирование Но это Качественное копирование По крайней мере На презентации Так выглядит Посмотрим Как оно будет Да и слушай Если оно нативно Будет интегрировано В Android То для Android Юзеров На самом деле Очень мало Будет опций Зачем ставить Нет Нативно не будет Google как Apple Не делает Google не делает Так что Как в Apple У вас любят Если у нас В Apple Появляется Свой VPN Значит мы Из стора Все VPN Будем по каким-то Глупым причинам Выкашивать Вот Apple же любит Так делать Google так не делает Ну здрасте Тебе вспомнить Конкретно Громкие кейсы Я тебе сейчас Вспомню Громкий кейс Apple Watch Знаешь же Apple Watch Вот у тебя Apple Watch Да Есть у меня Такое Знаешь Чего в Apple Watch Не было До последнего Флагмана Понятия не имею Клавиатуры Экранной Не было В Apple Watch Было Одно приложение Которое Разработал Достаточно Популярный Чувак Он разработал Приложение Экранную Клавиатуру Для Apple Watch И там Пять или шесть Сколько у вас Поколений Этих Поколений Только эта клава И была Она была Манипалистом На рынке Этот чувак Ходил По App Store Высматривал Кто еще Делает такие клавы Слал на них Жалобы И в итоге Он стал Манипалистом И что ты думаешь В последней версии Флагманских Apple Watch Флагман Отличался От нефлагманов Тем что у него Появилась Нативная клавиатура Не он там Ну в том числе В том числе Этим отличался И что дальше Произошло А дальше Этого чувака Выкосили Из App Store Просто по глупой причине И таких случаев Много у Apple Что бы ты мне не рассказывал Apple Компания зла во многом Ну как и большинство Ни один такой случай Не слышал Честно говоря Я вообще не понимаю На кой хрен В часах нужна Клавиатура Но допустим Ну Я тебе к тому Что угла Такой политики Обычно нету Ты если посмотришь Там на Google Телефоны Я не к тому Что они будут выкашивать Я к тому Что нативная интеграция В любом случае лучше Чем когда ты Стороннее приложение Это не будет Нативная интеграция Это будет просто Приложение Очередное от Google Как Google карты У меня Google карты На моем пикселе Они не нативные Это обычное приложение Которое я устанавливаю Из App Store Ну там же будет Наверное Какой-нибудь Hey Google Которым проще запустить Hey Google Тоже выкачивается Ну блин Android это Операционка Которая складывается Из разных приложений То что там Samsung или еще какие-нибудь Операторы Лочат свои приложения На андроидах Это не потому Что Android Ну короче Короче Я не думаю Что из-за Появления Ассистента От Google Позиции Ассистента От OpenAI Как-то подвинутся Из-за того Что это Google Ассистент То есть Каких-то Супернативных интеграций Ну посмотрим Посмотрим С другой стороны Gemini Nano Ж есть Gemini Nano Наверняка тоже Будут внедрять На устройства В том числе На телефоны И его могут Интегрировать В какой-нибудь Голосовой систем Чтобы он быстрее работал Это уже будет Будет конкурентное Преимущество Потому что Я такого Пока что не могу Я как раз про это И говорю Да Но Сам факт Того что Классный проект Сделали Классный проект Который будет Конкурировать Я только рад Я с удовольствием Буду Прожить Астро Использовать Дальше Из прикольного Чего мы еще Вообще не видели Они сказали Что в Chrome Начиная со 126 версии Будет поставляться Gemini Nano Которая будет Работать локально Вуаля У нас появляется Первый браузер Который будет Работать с локальными ЛМ Инноваторы 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 Что она сможет сделать Сомализировать Например Без интернета Хотя Зачем браузер Без интернета Бесплатно Давай так Бесплатно То есть Вместо Вот этих Всех расширений Типа Harpa Я смогу Просто Chrome Сомализировать Ну да Ну смотри Вообще Вот этот Вот маленькие Шажочки В сторону Запуска ЛМ На локальных Устройствах Они еще Совсем Маленькие Мало Кто их делает И Google Тут Сделал На самом деле Большой шаг Ну дальше Они показали Еще много разных штук Например Они в YouTube Будут встраивать Инструмент Под названием Ask this video Ты сможешь Разговаривать С видосами В YouTube Ну офигенно же Круто Ты можешь Спросить Типа В каком моменте Они разговаривают Про Google Тебе сразу Тайм-код Но это не самое Можно будет Попросить Типа Не знаю Не показывай Мне такой Ты момент Типа Проматывай Ну не Навряд ли Это же Просто разговор С видео А вот Самые важные Два обновления Которые они Выкатили И которые Я прям Советую Это новые модели Они выкатили Обновления Для Gemini 1.5 Про И они выкатили Новую модель Gemini 1.5 Флэш Все мы знаем Как работает Gemini 1.5 Про Он работает На уровне Последнего Клода И на уровне GPT-4 Он очень неплохо Работает У GPT-4 Чо У GPT-4 Контекст 128 тысяч Токенов Обновленный Gemini 1.5 Про Имеет Контекст Базовый 1 миллион Токенов А для Ребят Которые Которые Станут Вейтлист Ну там Короче Не вейтлист В общем Можно попросить 2 миллиона Токенов Скажем так Они расширяют Gemini 1.5 Про До 2 Миллионов Токенов Это первая Модель Которая Может работать С 2 миллионами Токенов Контекста Это Очень круто Это Кто-то там Говорил Что это Самую крупную Библиотеку мира Библиотеку Конгресса США Раз за 4 Обработать В контексте На английском Там уже Без разницы На самом деле Там токенизация По-моему Gemini Она не отличается От обычной И Вторая модель Gemini 1.5 Flash Это Можно сказать Такая Облегченная Версия 1.5 Про Которая Сильно Дешевле Которая Работает Сильно Быстрее Там Чтобы Понимать Разницу 1 миллион Токенов Gemini Про В среднем Стоит 4 доллара Там Зависит От того Какого Размера Окно Входное 1 миллион Токенов Gemini 1.5 Flash Стоит 35 центов За миллион Токенов В 10 раз Ну Это С чем Это Можно сравнить Что Типа GPT Пока что Мы не имеем Сравнений Пока что Ни на каких Аренах Они не появились Поэтому Не знаю С чем Это Сравнивать Единственное Что Google Сказал Что Flash Работает Быстрее Чем Pro Он Сильно Дешевле Но Его Не стоит Использовать Для Сложных Задач Для Генерации Какого-то Высококачественного Текста Его стоит Использовать Для Каких-то Таких Простеньких Нарративов И для Простых Задач Которые Нужны Здесь Сейчас Ксоматизации Например Понятно Что Мощная Модель Не загружать Секой Фигатой Да И Ну Блин Два Миллиона Токенов Вот Тебе Пожалуйста Вот Гугл Снова Лидер Не Снова Он Лидер У него Модель На Два Миллиона Токенов Да Мы пока Их Не Видели Но Зато В скором Времени Увидим В скором Времени Увидим А если Даже Не Видели Они Обновили Конечно Свою Подписку Джиммини Адванс Теперь На Джиммини Адванс Буквально За сколько Там За стоимость Чата Джипетит Ты получаешь Доступ У Джиммини Адин Про С одним Миллионом Контекста И Они Еще Расширили Функциональность Адванса Теперь Через Адванс Можно Работать С Док Файлами С ПДФ Файлами С Текст Файлами И РТХ Файлами А это Мультимодалка Вот почему Там нет Экселя Почему Там Экселя Нет Потому что Эксель Это Майкрософтовский Формат А Док Экс Тоже Ну да Не знаю Скажем так Джиммини Адванс Это Продукт Который Пользователям Дают И Гугл Туда Очень Аккуратненько Впихивают Новые фишки До Буквально 14 мая Там Было Из возможностей Только Загрузка Изображений Хотя Там Мультимодальная Модель Сейчас Они Добавили Еще Вот эти Файлики Вот эти Расширения Плюс Можно Грузить С Гугл Драйва Я Надеюсь Что В ближайшие Месяца Они Разрешат Грузить Видео Потому что Конференции Конференции В гугл Раньше Такого Было Нельзя Я Сейчас Расскажу Через Гиджи Мини Адванс Нельзя Но Можно Было Через API И Можно Было Через AI Студио Google AI Студио Как мы Помним Google AI Студио Как бы Не сильно Был Доступен Особенно В Польше И в Литве Я За Это Ругал Google Публично Google Конечно Посмотрели Наш выпуск И Вот Буквально Сегодня Я Проверил AI Студио Доступна Бесплатный Доступ Естественно С лимитами Но тем не менее Бесплатный Доступ Напотыкать Gmini 1.pro И Gmini 1.flash И через AI Студио Через Веб Интерфейс Туда Можно В качестве Теста Грузить Видосы До 1 Гигабайта Так что Если вы Хотите Посмотреть Как Мультимодал Гугловая Работает С Видосами Yo Welcome AI Студио И Они Расширили Список Стран Я Посчитал Как обычно Теперь AI Студия Доступна В 206 Странах Что по факту Там Практически Весь мир В Польше Тоже Доступно Короче Я в общем На фоне Всего этого Всех этих Крутых Моделек И того Что там Контекст Большой И того Что это Можно И что Gmini Advanced Расширили Работает Наконец-то С докфайлами С PDF Я пошел Такой Думаю Куплю Подписку И тут Они Мне тоже Порадовали Я являюсь Подписчиком Google Drive На 2 терабайта Бесплатно Это стоит 12 долларов В месяц Так Когда я раньше Подписывался На Advanced У них там Смерженные Тарифы Есть Ты платишь Типа Вместо 12 Долларов Ты платишь 24 доллара В месяц У тебя 2 терабайта Google Drive И доступ Gmini Advanced Тут же Я захожу Такой Думаю Продлю Не продлю А обновлю Подписку Нажимаю Обновить Подписку Мне Google Говорит Чувак В честь Того Что у нас Google I.O. Было И мы Такие Классные Мы тебе Даем Два Месяца Подписки По цене Базовой То есть Я по факту Просто нажал Кнопку Подписаться И у меня Сейчас Два Месяца По цене 12 долларов Как будто бы Я просто За Google Drive Плачу А дальше Я могу Подписаться Ну круто Вообще Круто Поэтому У меня Google За эти Буквально Два дня Но сильно Заменилось Отношение Ребята Стараются И я Потыкать Успел 1.5 Pro С большим Контекстом Я загружал Туда Свой Видос На русском Языке На 40 минут Сделать Таймкоды Ради Интереса Отлично Сделал Таймкоды Сделал Прям Таймкоды Ну Можно сабтитрами Сабтитрами Там сложнее Я не пробовал Видел Ребята Делать Но в целом С видосом Работает Да Там Загружать Долго У меня Часа полтора Загружалась С моим Интернетом Но тем не менее У кого У нас еще Есть мультимодалка На 2 миллиона Токенов Которые Можно видос Загрузить Ни у кого Только Ну да Как-то уже Над куклом Ржать Не знаю Нечестно Получается Все Я закончил Я закончил Ну Спасибо большое Спасибо Я все еще Не хочу Себе Андроид Телефон Но Я понял Что Рубрика Ржем над Гуглом Она постепенно Уходит В прошлое Если конечно Гугл Опять Не учудит Ну Тут надо Честь ради Не честь ради А справедливости Разе Надо упомянуть Что в большинстве Этих Нововведений Замешан Дипмайн Конечно же Google Дипмайн Компания Которую Google Очень удачно Я считаю Приобрел Которую Илья Сускевер Раньше работал Стратегический Актив Заметь Везде Где Сускевер Работал Везде Все более-менее Норм Да Надо его Позвать Работать В Войнивер Клуб Да Чтобы там Все стало Норм Ладно С Google Закончили Перейдем К X XEI Он же Твиттер Бывший О, тоже меня удивили Кстати Да Грок Теперь доступен В Европе Чтоб ты понимал Официально Можно пользоваться Я правда пока не пробовал Потому что надо платить Подписку Но что важно Раньше был Премиум плюс Там три вида подписки Если кто не знает Базовая Премиум И премиум плюс И премиум плюс Отличался от премиума Тем, что тебе давали Доступ к Гроку И к статьям Там еще Функция есть такая Статья Никому не нужна Был оплатить X2 цену Сейчас И на обычном Премиуме Доступен Грок То есть Грок стал доступнее У Грока Появились Грок не то, что Стал доступнее Вить Грок стал доступен В принципе Я просто Я же его тестировал Я вам рассказывал Как я это делал Я купил эту подписку Плюс Я, блин Этот VPN Американский поставил И потом сидел И фиговал с того Какую мне Какашку подсунули А тут буквально Сегодня захожу В свой твиттер У меня обычная Подписка Премиум Я с премиумом Плюса Слез тогда Мне не понравилось Ну а премиум Чтобы просто Охваты были больше Я смотрю У меня Грок Я такой А что это случилось Захожу к ним В твиттер Они буквально Два часа назад Такие А мы теперь Раскатились на Европу Я такой Классно А у меня же плюс Нету плюс А что за фигня Я не вторым твиттер А теперь еще и премиум Я такой Ооо Вот ну Это круто Вот если бы Ну типа Я тогда говорил Что я не буду использовать Грок Потому что для этого Надо сильно с бубном танцевать А сейчас Ну мне его просто дарю У меня есть премиум Я живу в Европе У меня теперь есть Грок Ну спасибо Прикольно А еще Леша Еще ты говорил Что ты начнешь пользоваться Гроком Если там появятся чаты И там появились чаты Ну Сказать честно Они все равно там кривоватенькие Ты нажимаешь сверху иконочку Там у тебя открывается поп-ап В котором Перечислены все твои чаты И ты можешь из них выбрать какой-то Но в целом Да Тоже видно Слушают наш подкаст Послушали фидбэк И сделали чаты Так что грех не пользоваться Молодцы Спасибо Я его успел потыкать буквально там минут 20 И мне еще показалось Что он в принципе стал поумнее слегка То есть он на русский язык По крайней мере стал отвечать Более-менее вменяемой русской речью Раньше он постоянно на английскую сбивался Никогда мне на русском не отвечал Развивается Железяка Развивается В отличие от компании Которая по иронии судьбы Называется Стабилити AI Хотя Судя по всему К сожалению Это грустная новость Но к сожалению Ребятам подошло бы В текущие времена Инстабилити AI Потому что у них там все Очень нестабильно Ребят Проблемы с финансами Уже в который раз Они ведут переговоры О продаже Непонятно Насколько успешно Вот Но вроде как Пока что никто не покупает У них сильно сократился доход У них большущие долги В миллионы долларов Неоплаченные счета За облачные вычисления Ну и Мосток ушел Опять же С поста директора Но об этом мы уже говорили Так что Как-то все совсем печально У ребят И не знаю Как будто Я вот Это должен спасти Я вот думаю Типа Если вдруг Стабилити AI Закроется Ну навряд ли не закроется Скорее их там Кто-нибудь выкупит Но в целом Если не закрываются Что мы как сообщество Теряем Кроме Стейбл Диффьюжена Эксель Которого аналогов Вроде Опенсорсных нет Мы особо Ничего не теряем Ну все Опенсорсные продукты Останутся жить Они же Опенсорсные Все таки А ну да И продукты Останутся Развиваться Обновлений Да Ну а что Их продолжит развивать Сообщество Стейбл Диффьюжен Эксель Уже умеет Рисовать футуристичную Графику Там больше не нужно Этот Какой-нибудь Стейбл Аудио Который недавно Появился Но он Не то чтобы Очень крутой Да и не то чтобы Тебе нужно было бы На опенсорсе Генерить Среднего качества Музыку Есть хорошие сервисы Закрытые Что еще Стейбл Стабилити У нас делает Ну и ЛЛМ У них там тоже есть Насколько я помню Ты помнишь Как они называются Нет К сожалению Не помню Давай так Лидер Опенсорсных ЛЛМ Это не Стабилити Это Лама 3 Которая есть 3D модельки Они какие-то Прикольные делали Там тоже Конкуренция большая То есть по факту Мы лишаемся Только поддержки Крутого Опенсорсного Движка Для изображений Ну который вроде бы И так уже развился До достаточно высокого уровня А там особо ничего Блин Все равно жалко ребят Непонятно Почему у них так получилось То есть они Классную технологию делают Они даже лидеры В одной из ниш И тем не менее Они не смогли найти Нормальных инвесторов Они не смогли настроить Подписочную модель А пытались Пытались Почему так получилось Непонятно Может быть там В управлении Просто знаешь Ребята Которые Мы сами Мы своим путем Нам не нужна Никакая помощь Может быть А может просто На опенсорсе Нельзя заработать денег Если тебе Никто не спонсирует Крупно Как какой-нибудь Mozilla Foundation Ну либо Если ты Facebook Да Может быть Может быть Но учитывая Что они ведут Переговоры О покупке Я думаю Небольшая проблема Их выкупят Может даже тот же Facebook их выкупят Почему бы нет Или Apple Да Какой-нибудь Или Apple И технология Будет жить дальше Может даже Название компании Останется Типа как DeepMind Ну да Ну да Ну да Кстати Вот выкупят Apple Суцкевера Наймут Твою Apple Выкупят Стабилития Apple Наймут Суцкевера Карпаты И И все это Для того Чтобы Siri Стала чуточку умнее И все это Для того Чтобы Siri Вообще Не изменилась Да Какие-нибудь То же самое Просто все Да Ну что Что у нас еще Еще у нас Есть Несколько Новостей Этишного Характера Уже не Из рубрики Большая рыба Рубрика Что еще Значит Помнишь Был такой Убийца Программистов Девин Да Конечно Где он делался Непонятно Ну короче Девайн Да Мне понравилась Эта история С Девайном Типа чуваки Выкатили условно UI Мы уже У нее обсуждали Для написания Программ Под ключ С помощью Ай-агентов Буквально через Две недели Выходит Куча аналогов Помнишь Там Девика Была Да Да Вот И один из аналогов Из аналогов Это OpenDevian Ну в общем-то Аналогов Столько Полно выходило Они все Такого качества Были Что Девин Куда-то Заткнулся И больше Не усовывается А новость В том Что OpenDevian Выкатили Новую версию Работает Она На технологии CodeAct 1.0 Это Такая Скажем Как-то Объяснить Попроще CodeAct Это Фреймворк Который Помогает Своим Своеобразно Работать Который Выстраивает Своеобразную Работу AI-агентов Через Так называемые Actions И Unify Code Action Space В общем Чуваки Взяли Этот Фреймворк Встроили К себе OpenDevian И сделали На самом деле Тулзовину Которая По Текстовому Описанию Генерит Готовый Рабочий Код Лучше Чем в принципе Все что Существует Сейчас В Опенсорс Решениях Там есть Свои Бенчмарки По которым Ребята По которым Меряются Проекты На агентах ЛЛМ И вот OpenDevian На кодакте 1.0 Достиг 21% Решаемости И это Аж на целых 17% Лучше Предыдущего Рекордсмена А предыдущим Рекордсменом Был такой Фреймворк По названию SVA Bench Мы про него Рассказывали То есть Улучшение По факту В 5 раз Примерно Даже в 6 Так что Программистов Когда Убивать Будет Программистов Это не заменит Эти штуки Скорее могут Просто там Анализировать код Делать какие-то Рефакторинги Писать совсем Простые штуки Я лично В этих штуках Пока что Вижу Будущее такое Их будут упаковывать В какую-то коробочку И давать людям Которые не умеют Программировать Люди будут писать Что им надо Простенькие Скрипты программы Эта штука Будет выдавать им Плюс Все же это работает На GPT-4 Либо на На Клоде Либо на Джимине Под капотом Ну естественно Соответственно Там Качественное улучшение Наступит только Когда выйдет Совершенно новая модель Я думаю Когда GPT-5 выйдет Тогда мы И что-то Типа Open Divine Которое будет писать Прям серьезные проекты Увидим Ну а пока Если ты студент Например Или какой-нибудь Подросток Ты хочешь Делать свою игру В стиле Ты можешь взять Open Divine Попробуйте Установить Да И уже научиться Много чему Пока Установишь Вообще История Замечательная Во-первых То что Это направление Развивается Направление Написания кода С нуля По тексту Практически Без использования Человека Во-вторых Мне греет душу Что там Движ Основной идет В open source Это вот история Что О смотрите Divine А где код А нет кода Так мы свой Напишем Чувак Взяли Написали И все Да Сообщество Сориентировалось Вовремя Конечно Хотя С другой стороны Там Я думаю Что эти решения Уже были Просто Новость Про Двайн Она подстегнула Всех Пиариться Ну ты кстати Видишь Какая злая Ирония Вот мы Про стабилити И говорили Что На open source Сложно заработать А с другой стороны Когда ты делаешь Какой-то маленький Не мирового масштаба Проект То тебе Если ты не open source Ты можешь на себе крест Сразу поставить Во многом Потому что Просто прибегут люди Которые сделают Такой же open source Да Да И не заработают При том что важно Ну не скажи Кто знает Так бы помогли Ладно Давай перейдем дальше Компания Которая никогда Не была в больших рыбах И наверное Уже никогда И не будет Это Stack Overflow Запартнерились С OpenAI Теперь Чай GPT Будет учиться На ответах С Stack Overflow И тут у меня вопрос А раньше он этого не делал Получается Потому что Мне почему-то казалось Что да Вот Ну и в обратную сторону Стэк Overflow Стэк Overflow где можно будет спрашивать. Но вся эта новость, это же злая ирония. Ты помнишь, когда только GPT-3.5 появилась, мы буквально в первых выпусках обсуждали новости, как Stack Overflow всеми возможными путями боролся с ответами, которые генерились чат-ботами. Он прям, помнишь, там целый баннер вешали на главной странице, что ни в коем случае не используйте чаты для ответов, мы будем вас банить. Он банил людей, он банил ботов, которые его парсили. Короче, он всеми способами пытался идти против течения. И все понимали, что нифига не получится. Финансовая ситуация по-другому заставила поступить. То есть даже грустно, с одной стороны. То есть ребята сломались. Но у них хиллера не было. Мне жалко Stack Overflow, с одной стороны, потому что это место, где я порой искал ответ на нужные мне вопросы. И даже когда-то на что-то отвечал, что-то там простое было дело. Но да, да, к сожалению. Время распорядилось по-другому. В этой новости меня порадовало, что тут двухстороннее будет сотрудничество. Потому что... Помнишь, мы когда-то Perplexity с тобой обсуждали... Не Perplexity, а какой-то поисковик AI-ный. U.com, наверное. Мы, короче, с тобой обсуждали, что... А, и Stack Overflow, когда обсуждали. Типа, если вдруг чат-боты заменят Stack Overflow, похожая система, то мы потеряем одну очень важную штуку. Некому будет наполнять ответы. То есть мы резко станем только их потреблять, эти ответы, а интерфейса через ChargeGPT написать в условность Stack Overflow как бы нет. Ты не можешь написать, что чувак, вот тут ошибка, давай-ка вот так вот сделаем. Может быть, они как-то заинтегряются в обратную сторону, что через условный чат-GPT можно будет фраксировать ответы новые в Stack Overflow. Либо Stack Overflow ответы как-то будут улучшаться в выдаче чата-GPT. Вот если это двухсторонняя связь на... А прикинь, чат-GPT будет ходить на Stack Overflow и спрашивать у местных гуру, типа, ребята, а правильно ли я придумал ответ? А местные гуру с именами Gmini 1.5 Pro Ultra и Clot 4.2, да, будут отвечать? Не, а местные гуру будут писать, такой вопрос уже есть, учись искать. Блин, может, они поэтому поисковик свой делают? Они просто предвидят, что им просто будут отвечать, иди за гугли. Да, возможно. И сразу готовятся на будущее. Ну да. Ну вот такая новость с Stack Overflow. И грустная с одной стороны, а с другой стороны, ну классно, могли вообще закрыться и забыть про столько Overflow, а нашли партнерские какие-то взаимодействия. Ну да, да, продолжат жить, судя по всему, это хорошо. Следующая новость касается напрямую программирования, а конкретно программы Copilot. Открылся набор на записи waitlist на Copilot Workspace. GitHub продолжает внедрять AI-ные инструменты в pipeline-разработки, в жизнь программистов. И Copilot Workspace, это вообще интересная штука, они ее презентовали буквально там недели три назад. Ну, точнее, рассказывали недавно про нее, но техническое превью и waitlist они выкатили пару недель назад. В общем, это, можно сказать, интеллектуальная среда разработки, которая будет встроена в кучу продуктов от GitHub, в том числе будет встроена в их веб-интерфейс. И это, давайте называть, набор инструментов, который будет помогать разработчикам делать планирование написания кода, работать с кодом, работать с тестами, выполнять код и писать, дописывать код на естественном языке. То есть вот мы знаем, что сначала был GitHub Copilot, который просто продолжал код за тебя. Это умный линтер. Потом они сделали GitHub Copilot Chats, интегрированный в IDE-шку чат. А теперь они пошли еще дальше, они сделали как бы интегрированный ИИ во все сервисы на GitHub. Теперь ты можешь не только в чате общаться, не только в код продолжать, но еще планировать свой код, рефакторить его. Может даже, я надеюсь, что они что-то там для pull-request'ов сделают, для интеллектуальных pull-request'ов. По факту они говорят, что это будет интеллектуальный ассистент, плюс в него будут интегрированы всякие терминалы, всякие штуки с безопасностью связаны, плюс это будет все поддерживать совместную работу и редактирование кода. И звучит странно, непонятно, мне, по крайней мере, непонятно, поэтому я с большим удовольствием записался в waitlist, потому что хочу в числе первых потыкать эту систему. Бо звучит богато, скажем так. Потыкать и нам всем рассказать. Да. Ну, вы тоже записывайтесь в waitlist, ссылочка в описании будет. Будем ждать, будем ждать вместе с тобой, Леш. Вот, а пока ждем, можно посмотреть запись первой в мире гонки болидов-беспилотников, которая прошла в Абу-Даби. Как тебе такое? Ссылочка на запись будет в описании. Я посмотрел. Я посмотрел вживую, ты вживую смотрел. Не, я смотрел записи, но просто я никогда не был фанатом Формулы-1 и гонок. Я даже фильм не смотрел про Формулу-1, вот этот вот, который крутой, говорят. Я когда-то был фанатом, но я закончил смотреть вместе с последней гонкой Шумахера. Как так получилось. Он там не умер же, да? Нет, он не умер, но... Настолько я фанат, я даже не знаю. Он уходил из Формулы-1, если что, потом он там попал в аварию уже не в Формуле-1 и впал в кому. И до сих пор там непонятно, что с ним отходит, он не отходит. Но вот как-то я закончил смотреть вместе с тем, как он уходил. Даже помню его последнюю гонку в Формуле-1. Но я посмотрел гонку беспилотников не целиком, потому что странно смотреть за беспилотными машинами. Да почему? В чем? Блин, вот у меня тут бадхер, смотри. Я не знаю. Нафига смотреть за машинами, в которых люди летают. Но они же там разбиться могут. Там может быть нечто... Вы, блин, смотрите Формулу-1, чтобы увидеть, как кто-то умирает в этой машине? Вот у меня вопрос. Нет, чтобы увидеть, как они не умирают, как они свои мастерства исправляют. Неправда. Ну, блин, я слышал много мнений, что если Формула-1 прошла без инцидентов, то это типа зря посмотрел. Ну, короче... Потому что это хоть какой-то спорт, где травма к чему-то приводит. Ну, что это такое? Блин, ты, получается, зла желаешь болитчикам, которые ездят в Формуле-1. Типа, ребята, я смотрю на вас, потому что вы с яйцами мужики, да? Ну, типа того. Ну, не знаю. Мне как раз, наоборот, мне было смотреть интересно за этими гонками. Потому что я там, во-первых, видел технологию, мне было просто интересно посмотреть, насколько это будет похоже на ту Формулу-1, которую я там краем глаза видел в Ютубе. Это вообще похоже, на самом деле. Похоже. Похоже. И еще парочку таких соревнований, они будут летать тоже на скорости там 300 плюс километров в час, тоже будут вписываться в повороты. И я скажу, что на первых кругах, меня, кстати, удивила система в этих гонках, они не давали машинам до гонок проехать по трассе, чтобы изучить ее. Насколько я знаю, в обычной Формуле-1 гонщики до заездов с трассы ознакомливаются. По-моему, там можно, да. Ну, либо по симуляторам даже каким-нибудь. А тут первые круги, машины просто ехали по трассе, изучали ее медленно, они там, блин, выезжали за трассу, бились друг об друга, это было смешно. Но в целом... Ты знаешь, что напомнило, может, ты видел когда-нибудь битву роботов? Да, да, да. Когда чуваки делают Не хватало, чтобы в какой-то момент они там еще подбрасывали друг друга. Да, или пилы включались. Это кино было, как-то называлось там, тоже про машины, которые друг друга уничтожали. Призрачная гонка, гонка... Не смотрел, не знаю. Ну, ладно. Ну, там еще и людей убивали. Я помню кино с Хью Джекманом, где роботы были. Роботы-боксеры. Это тоже фильм классный, он назывался, не помню как. Как-то по-боксерски он назывался. Типа... Живая сталь, да. Литический нокаут. Живая сталь. Короче. Мне понравилось. Я буду смотреть в следующий раз. Мне, честно говоря, я пытался смотреть Формулу-1 пару раз. Мне было... Ну, стримновато в моментах каких-то там. Особенно, когда там чуваки друг возле друга прилетают. Наверное, в этом какой-то кайф есть. Но я такое не люблю. Я не люблю хоррор на телеке. Мне интереснее. Представь, каково смотреть Формулу-1 вживую. Ты сидишь на маленькой точке трассы, и у тебя так... Машинки пролетелись. Вообще смысла нет. Вообще смысла нет. Да простят мне фанаты Формулу-1, но я считаю, что то, что прошло в Абу-Даби, это будущее этих гонок. Пора бы уже признать, что ездить на селф-драйвинг-карах безопаснее, чем за рулем ездить. Это правда. И такого рода гонки, во-первых, могут дать сильный буст развитию селф-драйвинга. Во-вторых, в ближайшем будущем Я уверен, что получится так же, как с шахматами. Когда вот эти вот болиды начнут гонять на скорости 700 км в час, на такой, на который никакой человек уже по реакции не будет успевать. И все будут смотреть за этими гонками, потому что это тупо интереснее. Или там тоже будут биться машины. Ну, не знаю, смогут ли они есть на 700 км в час, но я точно догадываюсь, что скоро мы увидим противостояние какого-нибудь пилота Формулы-1 и робота Формулы-1. А, кстати, это тоже будет интересно, да. Да. Ну, я, конечно же, смотреть-то не буду. Twisted Metal нам еще пишут про машины, которые друг друга сбивали. Нет, Twisted Metal, кстати, неплохой сериал мне понравился. Они выпустили сериал в этом году. А там был фильм, где прям машины в октагонах со всякими там молотками, со всякими какими-то наковальнями ездили, друг друга разбивали. Там еще всякие препятствия были. Это ты, может, в GTA просто играл? Не-не, лет 10 этому фильму. Ну, ладно, неважно. Короче, да. И что у нас еще? Что еще? Еще мы сегодня упоминали нейронку Vidi, которая второй конкурент Sory. Она релизной с 27-го... Точнее, не релизной. Ее анонсировали в Китае 27-го апреля. Анонсировала ее компания Shengshu Technology. Нейронка это по их заявлениям сможет 16 секунд видео с пониманием физики генерировать Full HD качестве. Добавляю всякие CGI-эффекты. И ребята очень оптимистично это все презентовали. Будет ссылочка на китайскую статью. Можете попробовать перевести, почитать. Но, чем меня удивило, это то, что они сказали, что скоро это покажут. А учитывая, что Sory нам не показывают в основном потому, что выборы в Америке, в каком-то там ноябре, наверное. И OpenA сказала, что до ноября мы, конечно же, не покажем. Потому что, ну что, вдруг фейков наплодится. То китайцы этим не ограничены. Я не удивлюсь, если первая нейронка, которая видоса генерит, которую мы сможем потыкать, это будет китайская вайду. Ого, это иронично. Да. Интересно, у нее будет байс на то, что люди все будут с большими глазами генериться. Это вот. Немешная штука. Так это японская, Леша, не китайская. А, ой. Сорян. И двухмерная, да. Да. Да, но зато наконец-то себе можно будет двухмерную девушку сгенерить. А, короче. Кстати, про двухмерную девушку я тут забыл сказать. Ты не словил вайбы на презентации голосового ассистента OpenAign'а из фильма «Она». Там в моментах, когда чуваки с ней общались, с этим ассистентом, мне казалось, что она с ними флиртует. Да, было дело, было дело. Я думал, мне показалось. Я такой сижу, думаю, блин. Ну, типа, до влюбления подростка в голосовой ассистент осталось ноль секунд. Просто выпустить этого ассистента. У нас будет целый класс проблем. Да и не только подростков, я думаю, очень много из одиноких людей, которые... Это же секс по телефону реальный. Да, но секс она не может. Вот как раз-таки была же новость. Мы ее не брали сегодня, но там была новость, что OpenAI собирается за какими-то условиями разрешить порнографический контент. То ли слух, то ли новость. По-моему, новость. 18+, контент хотят, короче, там протолкнуть. И в целом, вот тебе секс по телефону. Угу, только по приложению. Офигеть. Господи, а ей же еще показывать, может, там же есть вишен. Осталось, чтобы она научилась показывать. Да, и все. Или он, кому как. Да, кто как настроен. Да, ну, это, скажем так, проблемы. Проблемы человечества недалекого будущего. А у нас есть проблемы, которые уже сейчас. Да, проблемы у нейролинка. У нейролинка, потому что первый пациент, которому вживили нейролинк, у него начали отмирать нити, деградировать нити, которые были вживлены в мозг, собственно говоря. Там их много, и часть из них отмерла. Непонятно почему, скорее всего, из-за воздуха в черепе, говорят. Пока что команда нейролинка с этим справляется алгоритмически. То есть они часть отсутствия сигналов компенсируют предсказаниями от алгоритма. Вот, но и пока что имплант рабочий. Чувак вот этот парализован, он все еще может управлять компом. И более того, более того, он не только теперь управляет курсором, он еще научился играть в игры, в цивилизацию научился играть. Он там в Марио на свече играл через какие-то порты. Да, и делает он это быстрее и лучше, чем человек, который... Господи, что я сказал? Какую тупость я сморозил. Он же тоже человек, просто парализован. Он делает это быстрее, чем человек, который вот руками управляет компом. Ага. И я удивился, когда прочитал, сколько он времени в этом всем тратит. Это не то, что он там час посидел и все. Чувак, блин, по 10-12 часов в сутки надо сидит. У него там в неделю по отчетам по 70 часов набегает. Да, 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 да. То есть, и там, по-моему, писали, что он уже не только за стулом, он может в кровати лежать-то делать. То есть там, не знаю, подушку мы специально, наверное, сделали. Но суть новости немножко в другом, как по мне. Я видел несколько статей в крупных этих новостных изданиях. Они сделали упор на то, что у нейролинка проблемы, все, там, эти нити отмирают. Технология, можно ставить крест. Как по мне, это, наоборот, позитивная новость. Потому что то, что нити... Их там, на самом деле, не много там. Я не помню их, по-моему, порядка десятков. И то, что несколько нитей деградировали, это прям немаленький процент от общего количества. А по этим нитям передается импульс. Но то, что они будут деградировать, это было предсказуемо. Они, если бы не деградировали от тех причин, которые я описываю, они бы деградировали от того, что мозг просто, как вы знаете, импланты обволакивает пленкой, отторгает. Онородное тело, да. И чуваки в нейролинке это знали, естественно. И они сделали запас прочности алгоритмически. И это прям крутая новость. То есть у тебя имплант деградирует, а качество остается на прежнем уровне или даже растет, потому что алгоритм подстраивается. И я думаю, что и ребятам из нейролинка, им даже более интересно узнать, насколько может деградировать проводящий канал, чтобы алгоритм все еще оставался на уровне. Чтобы справлялся, да. То есть это, в принципе, один из этап исследований деградации этих нитей. Ну, к слову, они не планируют останавливаться, еще две имплантации запланированы. Поэтому это, можно сказать, что штатная ситуация. Да, и вообще 10 штук они за год хотят сделать. Ну, круто, круто. Я, помнишь, хейтил же в том выпуске, что они мало чего показали. Да, это насывали в комментариях, кстати. Ну, как раз буквально вот во время, не во время нашей записи, буквально за несколько часов до нашей записи вышла конфа, где этот чувак выступал парализованно. Я ее, конечно, не посмотрел. И мне за это насывали. Беру свои слова обратно. Нейролинк, молодцы. Вроде как сделали какую-то прикольную штуку и продолжают ее изучать. Да, молодцы, молодцы. Я думаю, когда-нибудь, Леша, мы с тобой тоже запишемся на бета-тест. Я, правда, записался бы, когда они сделают неимплантируемые. И что, зла желаешь? Не понял. Нет, ну, когда будет неимплантируемая технология, когда просто... Я за рулем с тобой больше не езжу. Ладно. Да, тем более неудобно, да, я тебе обзор загораживаю. Нет, неудобно, потому что ты каждый час в этот... Ну-ка, ладно, неважно. Короче, у Слеши эта история. Раз он вынес ее в паблик, мы с Лешей ехали из Мюнхена в Амстердам на машине. И с нашим техником, видеотехником Пашей. Вот. И я пока ехал, проверял запас прочности Леши. Я говорю, давай остановимся, давай остановимся, давай остановимся. Каждый минут 40. То покурить, то в туалет сходить, то покушать. А понимаете, со мной так нельзя. Леша останавливался каждый раз, а со мной нельзя так. Я обычно, когда еду за рулем... Сказать нет. Я останавливаюсь сразу, это в часа два, чтобы купить за две минуты сосиску, еще за две минуты заправиться и поехать дальше. Тут же, каждые 40 минут, и в конце ты меня просто добил. Мы уже едем часов 13, уже ночь почти там сколько, 10 вечера. Нам остается 100 километров. И Витя такой, надо поужинать. Я нашел ресторан, блин. Показывает на карте, там ресторан 40 километров крюк. Ну я по-другому маршрут построил, он был по дороге. Я психанул, я включил в свою группу на такие случаи, чтобы просто в отместку. Я поставил им АК-47, и они все 100 километров слушали АК-47. Вот так. Да, Леша еще и подпевал. Ну это детство, это мое детство. Суровое. Да, хорошо. Ну, короче, беззаконие полное, я считаю. Я считаю, что в машине закон и порядок устанавливает водитель, его нельзя троллить. Что ж ты не установил? Я ведомый очень сильно в этом плане, и ты этим пользуешься. А вот знаешь, кто закон и порядок в Америке теперь будет устанавливать относительно ИАИ? О, Господи, кто же? У нас редкая рубрика «Закон и порядок». Закон и порядок. Да. В общем-то, в Совет по безопасности искусственного интеллекта при правительстве США отобрали аж целых 21 человек, или 22. Из сферы. Да, США такие задумались, типа, у нас все так развивается бурно, нас тут кибер-атакуют всякие разные страны непонятные, они используют искусственный интеллект для этого, надо нам собрать самых мозговитых чуваков, чтобы они нас советовали. И среди этих чуваков, которых они туда позвали, есть несколько звезд. Например, там есть Сэм Альтман, там есть глава Майкрософта статья Наделла, там есть руководители Амазона, НVIDIA, спрашивают, есть ли там Суцкевер, Суцкевера там нету. И, короче, этот список быстренько, давайте я даже прямо сейчас проверю, в описании будет ссылка на сам список, он публично опубликован на сайте правительственном этой организации. Ну, я думаю, что Илью Суцкевера туда не взяли бы просто потому, что у него имя и фамилия немножко не подходят для Совета Безопасности США. И это не смех. Ну, типа, русские корни, да, вот это вот все. Не, ну и не думаю, что прямо. Да слушай, ну, камон, как бы мы живем в лицемерном мире. Более того, там есть предпосылки так считать, потому что министр внутренней безопасности США заявил, что лично отбирал кандидатуры, ездил по США, чтобы подтвердить у кандидатов участие в Совете. И при этом министр сознательно решил, не включая в Совет головные компании соцсетей, таких как X и Meta. То есть, ну, типа, это вообще удивительно, в Америке оно так работает, потому что можно пойти пожаловаться, что у вас там типа дайверсти хромают или какая-нибудь фигня. Чувак такой, у вас дофига, у тебя маски, и у тебя, Цукерберг, очень много власти над умами людей. Поэтому вы не будете нас консультировать в безопасности. А вот Семен Альтман, у которого очень маленький продукт, про который никто не знает, или там Сатьяна Дева, владелец небольшой компании, которая ни поиском не владеет. Этих можно, да. Этих можно, но у них же сетей нету, поэтому... Все мы знаем, как работает БИН к поискам, он точно не владеет. Но лицемерненько, но лицемерненько. Это не такое обоснование, которое ты ожидаешь от правительственных органов, что типа у вас в соцсети... То есть это популистическое решение, которое было продиктовано тем, что там Фейсбук когда-то помогал, то не доказано, помогал Трампу стать президентом. Да даже если это этим продиктовано, а что вы маску туда включили? Что у вас, у маска были такие инциденты? А, мы поняли, почему вы маска включили, потому что маск слушает русскую классическую музыку в машине Тесла, когда делает ее тестовые забеги. Ну, это же реал политикс, чисто реал политикс. Ну да, да, к сожалению, да. Короче, странно это все, но вот... И была еще вторая сторона. Еще был второй поток хейта. Один поток хейта в том, что вот так вот прям людей просто поделили, а в Америке же так нельзя. А вторая сторона хейта была в том, что чуваками, которые будут решать, что безопасно вы и, и, а что небезопасно, вы и сделали чуваков, которые разрабатывают, извините меня, EGI на секундочку. И как бы с одной стороны, да, наверное, они лучше всего разбираются, но у них цель сработать EGI. Слушай, я уже комментировал. Куда Ютковского брать надо было, блин, Ютковского. Я уже комментировал, что лесу поставили в службу охраны курятника. А, это ж ты и писал в статье, в том числе и ты писал. Ну, реально. Вот взяли бы Ютковского, который бы в случае чего сказал ракетами бомбим дата-центры OpenAge. Да, прямо сейчас. Прямо все. Ну, странно это. С одной стороны. С другой стороны, ну, взяли хотя бы людей шарящих. Ну, да, людей топовых из индустрии. Да, ну, я, кстати, не смотрел. Наверняка, аж Маск должен был что-нибудь язвительное у себя в X написать по этому поводу. Если кто-то видел, напишите в комментариях. Напишите, я тоже не смотрел. Да, и лесу с кемера нет. Я, если что, посмотрел. Быстренько. Нету. Из популярных, чуваку. Над собственными проектами. Так, ну что, заканчиваем закон и порядок. Переходим к сервисам и ссылкам, раз такое дело. Давай, у нас сегодня есть несколько ссылочек. Начнем с ламы 3.8b на 1 миллион контекста. На секундочку. Вот ты Google свой хвалил на 1 миллион контекста. А вот тебе лама. Ну, это новость немножко не про другое. Тут как бы лама 3, это open-source модель. Лама 3 на 8 миллиардов параметров запускается плюс-минус на большом количестве компов. Абсолютно на большом. На моем старом, на моем новом вообще летает. То есть 8 миллиардов, до, скажем, 13 миллиардов параметров. Это штука, которая не требует большого количества оперативки. На 16 играх запускаются на маках и на видеокартах топовых. Но по мощности она никогда не сравнится с Gmini Pro. Потому что Gmini Pro там у них под капотом 100 тысяч миллиардов параметров. Ну да, все-таки побольше немножко. Но по контексту, да. Фигня в том, что лама 3 вышла относительно недавно, а энтузиастов уже столько появилось, что какие-то энтузиасты даже взяли и запилили версию на 1 миллиард. Это не Facebook выпустил на 1 миллиард токенов. Так-то лама на 8b, по-моему, на то ли 4 тысячи контекста, то ли 8 тысяч. А тут чуваки взяли, зафайн-тюнили, как-то там немножко преобразовали, это же open source, выложили на Haging Face, сказали, что не ожидайте суперкрутой работы. Скорее всего, она даже будет хуже работать, чем 8b на 4k. Ну, за 2 миллиарда токенов. Тестируйте, ребят. Можно ее скачать, она есть. Я вчера проверял в LM Studio. Есть GUF, так называемая версия ее. А, она, по-моему, изначально в GUF-версии. Ну, то есть, версия, которая запускается локально в LM Studio, easy. Я вот прямо сейчас скачаю. Хочу потестировать, что она там умеет. Это, что касается Lama 3. А тут еще был релиз для разработчиков очень приятный. Появился новый, говорят, недостаточно сильный игрок для разработки open-source. Ну, как новый, новый старый игрок? Не, ну, модели новые, сами по себе. А игрок старый, да. Игрок очень старый. Наверное, самый старый. Это IBM. Да, я бы сказал. Уже, кстати, от них были новости, связанные с EIA, насколько я помню. IBM? Ну, да. Но IBM-то... Но нет, понятное дело. Watson же, это IBM. Watson, понятно. Я имею в виду, по последний год. Ну, с IBM-ом, если ты... Кстати, в чате быстренькое добавление. Валера нам пишет, что уже даже Lama 3 на 70 миллиардов параметров до 1 миллиона контекста довели. Но я, кстати, 70-миллиардную модель запускал на своем макбуке новом. Я ж на макбук новый наконец-то купил на 128 игров оператива. Она запустилась, квантизованная на 8 бит, но работает очень медленно. Там прям по одному-два символа в секунду. Вот, IBM мы с тобой обсуждали, потому что, помнишь, у них есть целая экосистема продуктов. Называется она, блин, IBM X или, по-моему, IBM X. Они делали тулзени, которые код на кобале переводили в джаву. Да, да, да. И какие-то вещи для девопсов они делают. Точно было. Ну, потому что у IBM дофига всего на кобале написано, им как бы надо. Ну да, людей болит. Нам еще, Женя, в чате подсказывают, что еще нейроморфные чипы от них мы обсуждали. А, нейроморфные чипы, да. Кстати, в этом выпуске мы хотели обсудить еще кое-какую новость научную. Там чуваки сделали крутую архитектуру для... Показали прототип, короче, процессора. Помнишь, там нам скидывали в чате такой процессор, типа, похож на квантовый процессор. Да, да, да. В таких золотых штуках. И там чуваки еще очень бодро про него рассказывали. У Лексов Ридмана вышло интервью про ребят этих. Как они назывались? Epson, Epison. В общем, процессоры двигаются. Но мы его не включали в новости, потому что они показали только прототип. Вот когда они уже запустят на нем как-нибудь LLM, куда поговорим. Но в целом ссылочку можно оставить. Так вот, все, от IBM мы никак не можем дойти до IBM. А IBM выпустили аж целых четыре модели. Называют они их Гранит Кот Моделс. Гранит модели называются. Блин, название у них такое олдовое. Гранит. Что олдовое? Типа, потому что гранитные могилы делают для стариков, которые часто умирают. Да. Что-то верно это. А по мне, так наоборот, типа, гранит, значит, мощное такое. Прям вот. Если бы можно было мрамор еще назвать мрамор. Ну, мощнее, наверное. Ну, факт в том, что четыре модели на 3, 8, 20, 34 миллиарда параметров. Соответственно, все можно запускать чуть ли не локально. Модели опенсорсные. Лицензии Apache 2.0 можно использовать вообще где хотите, даже для коммерческих целей. Контекст у модели небольшой, от двух до восьми тысяч токенов. Модель основана на LAMI и натренирована сначала на коде, в основном с гитхаба. Потом дотренирована всяческими моделями, которые уже существуют, типа модель BigCode и, по-моему, по-моему. И говорят, что она работает более чем со ста, с каким-то там гаком, количеством языков программирования. Соответственно, модель эта эмбейдинговая. Ну, типа, а, нет, не эмбейдинговая, там есть разные версии. Короче, короче, натренирована на кучу языков, на кучу кода, работает локально. Уже можно ставить в LAMI и по их бетчмаркам, которые они сами проводили, конечно же, эта модель обскакивает практически все, что сейчас для кодирования есть. Но, честно говоря, там те бенчмарки, которые они показывали, там из моделей для кодирования был только StarCoder второй и LAMI третья. Все остальное сложно назвать моделью. Ну, код LAMI, ладно, то же самое LAMI. Какой-нибудь Mistrali CMB, который они брали в расчет. Ну, или бы GEMU сложновато назвать моделями для программирования. Но в целом я уже качаю, я хочу протестить, я хочу попробовать ее эмбейдинговую версию использовать как вместо GitHub-копайлота, чтобы она мне код продолжала. Вот все ты качаешь, Леша. Качаю. У меня аж теперь 4 терабайта памяти, из них добрых два уже забиты моделями. Класс. И гранит качаешь, и LAMI на миллион контекста качаешь. Не, на самом деле у меня сейчас стоит вопрос, я аж отказался от GitHub-копайлота, я себе установил continue dev, я себе настроил работу в райдере и в ADE-шке через continue dev. У меня там чаты работают на базе LAMI третьей. В принципе, нормально работают, не сильно хуже, чем в G5. И я через LAMI хочу себе сделать, чтобы у меня еще автокомплит умный работал, потому что он там по-своему запускается. И для автокомплита нужна моделька быстрая и умная. Пока что я пробовал только LAMI 3х8B. Мне не понравилось, как она работает в автокомплите. Вот сейчас на подходе попробуй старкодер, и теперь гранит. И гранит, да. А если тебе для твоего гранита понадобится WebUI, то есть же OpenWebUI. Между прочим, бывшая LAMI WebUI. Мы почему-то про него вообще не рассказывали, а UI-ка это прям классно. Да? Подходит для практически всего, что запускает ULAMI для OpenA и подобных API-шек. Даже OpenA и API-шку можете прикрутить. Мы, наверное, один только интерфейс упоминали в чате. Это этот BetterGPT. Он достаточно простой был в установке. А тут прям вот этот комбайн может все делать. Но, честно говоря, вот... А, и он еще на Svelte написан, эту пометочку сделал. Если есть у нас тут фронтендеры, любящие Svelte, можете потыкать. Блин, а ты говоришь Svelte, я говорю Svelte. Не знаю почему. Это как Web, не знаю как. Как PHP, да. Нет, да, это будет ППХ какой-нибудь. Да, ППХ. Блин, я не знаю почему. Я всегда считаю Svelte. Сколько будет Svelte? Ладно. Я не знаю, юзкейсы, зачем нужны локальные инстансы чатов у обычных пользователей. То есть я понимаю, зачем мне как программисту, например, локальные инстансы LLM, потому что я не хочу сливать данные, я хочу работать офлайн, программировать офлайн, ну и все. Зачем обычному человеку доступ в офлайне к чату GPT? Ну, разве что только работать с текстами. Если ты журналист, и все, наверное. Кажется, потому у программистов больше, больше этих причин использовать LLM-ки локально, чем у обычного пользователя. Наверное, да. Ну, опять же, вот это UI, OpenWebUI, ты же можешь не только локально развернуть, ты можешь ее захостить в вебе, подключить какую-нибудь модельку и сделать свой стартап. Пожалуйста, продавай доступ к своему чату GPT. Ну, кстати, отсюда у меня родилась вторая идея, очень похожа на то, что ты сейчас озвучил. Это разворачивание локальных инстансов внутри компаний, не айтишных каких-нибудь. Например, у вас там есть команда копирайтеров, и вы не хотите, чтобы они там сливали данные, или не хотите платить за подписки, вы можете у себя поставить. Или ваш заказчик не хочет, чтобы вы банально OpenAI сливали данные проектов локальным моделям, пожалуйста. Ну да, ну да. Вот. И еще несколько сервисов, которые мы из чата подоставали. Во-первых, хочется посоветовать всем огромнейший сборник яичных тулзов от нашего слушателя и участника нашего чата, Родиона. Родион, на самом деле, очень много активничает у нас в чате, тестирует разнообразные программерские яичные инструменты, за что ему большое спасибо, пишет про это в чате. И в частности, он собрал на GitHub здоровенный репозиторий со ссылками практически на все, что существует для программирования сейчас, и даже с юзкейсами для программистов. Обязательно пройдите на GitHub, поставьте Родиона звездочку. Там, кстати, уже 84 звезды, прям немало. Все на русском языке, так что пользуйтесь на здоровье. И, 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 да. И еще несколько буквально штучек. Во-первых, опенсорсный поисковик на Ламе 3. Это, надо сказать, наверное, спасибо Валерию. Чат нам закинул, называется Morphic. Если вы не пробовали поисковики яичные, не пользуетесь Perplexity, не хотите платить, то можете попробовать Morphic. Morphic имеет такой прям сильный минималистичный интерфейс. У него под капотом несколько моделей на выбор, я так понимаю, просто разного размера Ламы. И он достаточно неплохо отвечает на вопросы, плюс он выдает тебе в выдаче и картинки, и ссылки, и генерализированный ответ. Я даже удивился качеству. Я удивился качеству, потому что я там его попользовал буквально 20 раз, в 20 запросах. Мне показалось, что качество ответов не хуже, чем у Perplexity. А у меня в Perplexity платный аккаунт с уже 5.4 под капотом. А тут еще и бесплатно. И Perplexity тупит, кстати, безбожно, просто, особенно на последнее время. Perplexity всегда тупил, я тебе так скажу. По-моему, стало только хуже. Ну, не знаю, я не заметил, что хуже, но ты прав, вот эта штука Morphic, она работает быстрее Perplexity на доли секунды. Хотя у меня все равно пока что остался паттерн, если мне что-то быстро надо поискать, все равно в Google иду. В Google все-таки быстрее выдачу отдает. Ну, понятно почему. Вот. И последний сервис тоже нам в чате скидывали. Это даже не сервис. Есть компания Koher. Koher. Допустим. Это та самая компания, да, которая выпустила в какой-то момент одну из самых сильных open-source моделек под названием Command Air+. Она, по-моему, до сих пор на чат-бот-арене, наверное, в топ-10 входит. Надо чекнуть. Сейчас глянем. У меня в топ-10 уже не входит. Command Air+, 11. Топ-11. В чем прикол? Они сделали песочницу. Называется она у них coral.kogger.com. Ссылочку в описании найдете. Чем хороша песочница? Тем, что там можно бесплатно поработать с Command Air+. И они туда запилили веб-поиск. То есть можно искать по интернету, используя Command Air+. И по отзывам в чате, в частности, наш товарищ Валера отзывался, что он настолько ему понравился этот Koher с Command Air+. Веб-поиском, что он даже перестал перплексить пользоваться. Я не успел попробовать Koher. Плюс, мне кажется, интерфейс там достаточно такой нечеловеческий, нечеловекоудобный. Но вот некоторые люди себе перплексить им заменили. Может, и вам понравится. Кахир. Я, знаешь, все еще о чем думаю. И не про Кахир, а про Родиона. Я все думаю, откуда мне знакомо имя Родиона. Потом вспомнил, что были же такие видеокарты Родиона. Это сейчас звучит очень странно. Витя, ты ходишь по тонкому льду. Витя, надо выйти. Компания АТ. Компания АТ делает видеокарты. Родиона. Было дело, было дело. Вот. Это что по ссылочкам и сервисам. В принципе, это все, что про ссылки и сервисы сегодня хотел рассказать. И у нас сегодня есть этика. У нас сегодня есть этика. Аж две новости, связанные с этикой. Одна. И обе притянуты за уши, на самом деле. Но, что поделать. Ну, как, вообще, сейчас такое время, что и про этику никто говорить не хочет. И просто приходится притягивать за уши, вытаскивать наверх ее, потому что она часто скрыта под глубинами нетривиальных двухсмысленностей. Вот я так сказал. Потому что никто не хочет думать про этику, которые мы в нашем подкасте про нее и думаем, мне кажется. Да, спасаем человечество. Первая новость смешная, я так скажу. А ты поставь лайк, пожалуйста. Да, поставьте лайк и звездочку. Не то, что смешная, она крутая. Она крутейшая просто. Будет саммит у J7, да? Сок, да? Да, Сок J7. Оно же Great 7, большая семерка. Будет саммит на тему и в Италии. по безопасности и прочее. И туда пригласили, пригласили выступить папу римского. Казалось бы, папа римский, да, и смотри, и, но во-первых, это, ну, J7 заседание, это оно обычно, оно не только на тему и, там просто будет одна из тем, обсуждающихся про И. На саммите J7 обычно присутствуют типа президенты. Ага. Папа римского туда, там никогда не было. Никто сильно особо не ожидал, что он там будет. Ну да. Более того, никто сильно, никто даже не думал, что он там будет на именно секции с обсуждением ИИ. Это, если что, новость с официального сайта Ватикана. Можете посылки почитать. Да. понимаешь, мало того, что его пригласили как эксперта, но... Я не думаю, что его пригласили. Ну, давай, ты закончи мысль, потом я накину. Короче, в чем прикол, что у Ватикана есть комитет по безопасности ИИ. Внезапно. У Ватикана, он достаточно давно уже существует. Настолько давно, что они там успели даже с СИСКО запартнериться. ТИСКО. СИСКО. А, это подписали там бумажку по этичности ИИ, что-то такое. Да, 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 и поэтому... Римский призыв к этике в области искусственного интеллекта. Да, да, и поскольку вот есть такой комитет по безопасности ИИ у Ватикана, поэтому Папа Римский в том числе считается экспертом в этой области. При этом, что забавно, у него, судя по всему, там речь будет не совсем религиозная, она скорее будет про будущее. Папа Римский у нас футурист теперь оказывается. Слушай, ты не помнишь официальный Рим, официальный Ватикан, католический, официальный Ватикан, да, он признает уже, что там земля не плоская, вот это вот все, что у нас. Признает, признает. Все нормально. То есть они пытаются двигаться в ногу с ногой. Они развиваются, да, они развиваются. Я когда эту новость читал, мне просто показалось, что типа сами J7 проходят в Италии, а Италия это недалеко, там, ну типа это и есть, да? А, типа чтобы не тратиться долго, много, да, нашли. Может быть, это было условие, хотите в Италии проводить, Папу Римского позвали, пожалуйста. Ну, либо в Италии все плохо с экспертами. новость странная. Ну, как вы, вы самое главное религиозное лицо католическое привлекаете к экспертности в искусственном интеллекте? С одной стороны, новость абсурдная, да, потому что, ну какого черта, ну навряд ли Папа Римский шарит за Ии. С одной стороны. А потом и посидел, подумал, а кто, в принципе, в мире будет думать про этику? Политиканы? Нет. Бизнесмены, которые за бабками? Нет. Люди, которые двигают веру и будут думать про этику. И типа в этом плане Папа Римский это прямо убер-карта. Он же придет туда, и он скажет, да вы что, обалдели? Этика, человеческая душа, где? Вот что он скажет. Ну, я ожидаю, что он что-то такое. Скорее всего, типа такого, да. И понятно, что он не сможет это технически подвести, знаешь, технически обосновать, что это проблема. Но в принципе, этика такой вопрос, который сложно обосновывать какими-то логическими фактами часто. И, ну, с этой точки зрения прикольно. Может быть, сейчас через бурление, если Папа Римский действительно будет таким технодумером и окажется технодумером, я очень надеюсь, что он будет технодумером. Ну, скорее всего. То, может быть, через вот это привлечение внимания католической, как-то не диаспоры, а католической части населения, к словам их главного человека, может быть, правительство такое подумает, ну, мы же не хотим католиков знать, да? Мы же не хотим ругаться с Римом, с Ватиканом. Ну, давайте мы что-нибудь придумаем поэтике, начнем наконец-то в эту сторону думать. То есть, у меня такое, у меня сначала было смешно, а потом я подумал, а это ж классная карта. Классно сыграли. Осталось посмотреть, как разыграют. Интересно, да, я с удовольствием посмотрю его выступление. Я уже хочу, надеюсь, Женя Агантаев напишет фанфик, где Элизарь Митковский. Там уже в чате скинули папа Римского. я видел. Женя Севна. С баночкой. А прикинь, просто если просто... Сейчас никого не хотим оскорбить, ну, просто фанфик Жени Агантаева, например, фанфик Алексея Картыника, папа Римский приезжает. И просто накидывает создателям Миджорни за то, что не тот пиховик нарисовали. Не-не-не, я другое. Я вот жду от Жени Агантаева фанфик, где Элизарь Митковский вместе с папой Римским желательно верхом на динозавре, если можно. Блин! Да, разносят дата-центры. нагодили. Динозавры-то скуховская фигня. Давай, нагодили. Нагодили, да, разносят дата-центры. Блин! С помощью святой гранаты и силы... Вот слушай, мы смеемся, а какой-нибудь коалиция какого-нибудь с Ютковского и папой Римского, ну, я вот прям вижу, что она может быть. Ну, вот прям вижу. И Ютковский делает какую-нибудь, не знаю, религию, свидетели пришествия злобного Эйджая. Ну, да, типа того. Ну, это, это, это не сюжет черного зеркала, это возможное будущее, как бы мы тут не улыбались. Да, может, даже крестовые походы потом будут над дата-центрю. Фигеть. Ну, в общем, интересно, я, я никогда не думал, что я буду с таким, с таким рвением и жданием, жданием, ожиданием, ждать выступления Папа Римского. Я тоже что-то не думал. Если что, 13-го... Настоящий поляк, Леша, ты интегрировался хорошо. послушайте. С 13-го по 15-го июня будет вся эта штука проходить, так что через месяц узнаем результаты. Ну, и вторая новость, на самом деле, может показаться, что она сильно отстранена от этики, но там смысл, как по мне, достаточно этичный. Eleven Labs, всем нам известная компания, которая делает лучший текст-у-спич, которым Хиен пользуется, анонсировали генератор музыки. Пока что не показали, просто в Твиттере написали, что мы сделали генератор музыки очень крутой, смотрите, как классно он генерирует буквально по одному промпту без справок. Будет ссылка в описании, можете посмотреть эти примеры. Примеры действительно офигенные. Я бы сказал, что они сильно качественнее Суна. Там прям, ну, будто бы бедлы поют, например, очень качественно. Неизвестно, насколько там это правда, что оно так работает, но по примерам прям круто. Плюс меня еще порадовала визуализация, там визуализация звуковых волн очень похожа на то, что два года назад, помнишь, Refusion выдавал. Да, да, да. Сетка, которая... Это было очень мило. Она с Table Diffusion генерила картинки, потом эти картинки специальным джаваскептовым алгоритмом озвучиваясь. Мне до сих пор очень нравится Refusion, потому что это же так технически круто. Вот чуваки... Так, а его же уже нету. Его уже год как нету, они сделали пивотную. Его год как нету, я знаю, да. Но это так... Это было так классно, потому что чуваки технологически выкрутились. То есть не было еще генерации музыки, а они придумали ее... Через картинки. ...генерацию музыки без генерации музыки. Через картинки. Это же не знаю, это как винил, но по сути... Будет прикольно, если Eleven Labs примерно похожую штуку сделали. Ну, скорее всего, нет. Но это настолько качественно. Вот вы просто сходите, послушайте. Это очень качественно. Если они действительно разработали такой механизм, а учитывая, что Eleven Labs очень хорошо умеется с звуком работать, я делаю ставку, что у них есть эта штука, есть этот генератор музыки, то встает большой вопрос, а что делать музыкантам? Потому что, ну, по-честному, эти генерации звучат лучше, чем 90% попсы на любой сцене любого мира. Вот если взять там поп-рынок и взять Eleven Labs с генератором музыки, то какой-нибудь школьник Алексей Картинник или Виктор Шеленченко могут просто за пояс заткнуть 90% всей попсы с таким генератором. И вот тут возникает этический момент. Тебе попсу жалко? Мне не попсу жалко, я не понимаю, как мы проморгали то, что искусственный интеллект просто замещает творческие профессии один за одним, не замещает, а конкуренцию им составляет. Сначала это были писатели из забастовки сценаристов, потом это были художники, и до сих пор там пытаются художники отсуживать какие-то права, но объективно сейчас Миджорни рисует картины на уровне лучших художников 99%, то есть и сейчас музыка. Да, еще актеры на очереди. Актеры на очереди? Ссора. И получается, что? Получается, я просто не понимаю, мы что, как человечество, мы просто переоценили ценность творчества, то есть творчество оказывается очень линейное и очень, типа, создавать хаотичные вещи, в которых можно видеть разные смыслы, оказалось сильно проще, чем выстраивать логические цепочки, например, чтобы писать код. Как так получилось, я не понимаю. Вот, ты понимаешь, в чем прикол? Почему? Мы думали, что это так сложно. Коду требований больше. Понимаешь, творчество, оно подразумевает свободу. Даже если ты выпустил не идеальный кусочек чего-то, это все равно еще считается творчеством. Даже если это херовая картина, то это все равно творчество. А с кодом так не работает. Код просто не скомпилится. Ну, то есть, ну, а почему ценность, почему тогда нам казалось, что творчество это что-то незыблемое, то, на что точно искусственный интеллект не сможет посягнуть. Что это очень сложно, ну, творчество, это же человек видит смысл. То есть, мне кажется, что мы думали, что машина не сможет делать вещи, в которых мы будем видеть разные смыслы. А оказалось, что производить такие вещи очень просто, смысл мы все равно будем видеть. Мы-то остаемся людьми. Робот не может нарисовать картину, там, прочее. Это вот как в Я-робот было, да? Когда там спрашивают, типа, можешь ли ты написать симфонию у робота, спрашивают, а робот говорит, а вы? Первое, что сделал робот, это нарисовал картину, получается, когда появился. Иронично. Да. Иронично. Ну, с одной стороны, многие тебе скажут, что, ну, творчество, искусственно-интеллектуальное, оно не дарит такие эмоции. С другой стороны, если этим чувакам показать картину, созданную Меджорни, и сказать, что ты реально художник, скорее всего, они ничего не поймут. То же самое, вот ты драм-энд-бэйс-диджей, ты берешь этим сервисом, создаешь себе новый альбом, потом едешь на рейв, и просто его проигрываешь. Люди даже не узнают, что это не ты. Да, 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 так и есть. То есть, я прям, я даже не знаю, этому надо расстраиваться или нет. С одной стороны, с одной стороны, все равно остаются люди, которые делают шедевры. Все равно остаются Малевичи, там, не знаю, Бахи, люди, которые признаны там большинством мира, что они вот гений в своем творчестве. С другой стороны, еще не прошло достаточного времени, чтобы появились гении среди искусственного интеллекта. Ну, среди творчества, осознанного ИИ. Может быть, через сто лет мы будем слушать какие-нибудь произведения Суна на уровне... Что для этого нужно, не знаю. Ну, нужно, чтобы оно научилось, грубо говоря, самостоятельно творить новые жанры. Потому что пока что, наверное, такое невозможно. Пока что это все-таки... Либо нужна какая-то сложная история за этим. Типа, не знаю, знаешь, жесткий диск, компьютер с искусственным интеллектом выбросили на мусорку каким-то макаром. Он там подключился к сети, его как-то, какой нашел какой-то там человек, подключил к сети и увидел, что этот компьютер рисует вот такую картину, в которой описаны все его страдания. И все. И вот этот комп с искусственным интеллектом Или Google будет убивать очередной продукт свой, а там будет под капотом модель, которая выпустит свой последний трек, знаешь, типа такого, перед выключением сервера. Да, люди покупают эмоции. Люди покупают эмоции и либо что-то, что им дарит эмоции, либо эмоции, которые стоят за творчеством. Ну смотри, ну вот, ты любишь слушать классическую музыку? Не особо. Ну, ты, наверное, не будешь спорить с тем, что много людей любят классическую музыку. Она успокаивает. Я, например, иногда работаю под классику. Она успокаивает. Нет, я иногда слушаю, но не скажу, что прям я большой... Ну, я не знаю историю создания этих классических произведений. Не знаю там, как делалось, не знаю, «Полет валькирии» не самая спокойная песня. Я не знаю, как Бах там «Лунную сонату» писал. Ну, точнее, раньше не знал. Но мне эта музыка все равно нравилась. То есть я не обязательно слушаю, потому что я знаю там историю создания и знаю, что это какой-то был прецедент. Я слушаю, потому что... есть очень много неоклассики на самом деле. Это классическая музыка, которая пишется сейчас, так называемая неоклассика. Я думаю, что если ты не особо шаришь, подсунь тебе неоклассику, ты скорее подумаешь, что это тоже что-то, фиг пойми, там, старое, шедевральное и прочее. Ну, видишь, раньше это все могли делать единицы, да? Да. Малей, еще он один. Да. Бах, он один. А сейчас кажется, будто бы это все может делать любой человек, у которого, ну, плюс-минус, там, больше людей, у которых есть инструментарий необходимый, искусственный интеллектуальный. типа того, творчество перестает, и чем дальше, тем больше перестает быть эксклюзивной штукой. Не-не-не, тут другой флип происходит. Вот как происходит флип от того, что мы живем в мире не фейков к тому, что все фейк, также проходит флип от того, что не автор создает творчество, а потребитель видит, ну, типа, не автор создает смыслы, а потребитель создает смыслы. Ну, да. Не художник в этой картине сделал офигительный смысл. Ведь часто же бывает, что художники даже не понимают, что там за картина, а потом продают за миллионы долларов и кивают головой, что да, именно это мы имели в виду. Ну, я не уверен, ну, типа, смысл видит тот, кто смотрит на это. Зачастую смысл видит не тот, кто создавал, а тот, кто это потребляет. Может быть, тут тоже флип произойдет в сторону того, что... Слушай, потребитель всегда был соавтором произведения, будем честны. Взять, для примера, все эти уроки литературы, где тебя заставляют увидеть смысл в написанном произведении русской литературы, что там значили синие занавески и прочее. Ты всегда соавтор того, что ты смотришь, да, ты сам находишь какой-то смысл в произведении. Просто раньше это было делать чуть проще, потому что можно было опираться на автора. Можно было говорить, да, вот Малевич вот это имел в виду. Сейчас Малевича просто нету. Сейчас мы, скорее всего, идем к тому, что ты просто будешь, не знаю, что творчество будет, не творчество, а контент будет создаваться под тебя, скорее всего. Да, да, и я бы тут, наверное, хотел еще сказать вот что творческим людям, которые, я думаю, что это их заменит. Типа, как мне кажется, это сейчас дельтантское мнение, но тем не менее, мне кажется, что творчество становится великим, потому что в нем люди видят смыслы крутые. Ну, естественно. И сейчас происходит флип в ту сторону, что создавать творческий контент смогут все, а вот находить в нем смыслы смогут не все. Либо находить смыслы, чтобы делать контент под эти смыслы. И кажется, будто бы роль художника, музыканта, творческого человека будет не столько в том, чтобы технически исполнить задание, нарисовать картину, сделать музыку, сколько в том, чтобы вложить туда действительно крутой смысл. Если ты, как художник, придешь с каким-то творением, сделанным искусственным интеллектом, но скажешь, какой там смысл, что вот ты его осознал, и ты помог этот смысл воплотить в реальность, вот тогда ты будешь охеренным. Тогда люди будут на тебя приходить, даже несмотря на то, что рисовал эту картину или музыку и искусственный интеллект. Смысл вложил ты. Короче, нужно будет быть немножко маркетологом, получается. Ну, получается, да. Но это недолго продлится. Как только самосознание у искусственного интеллекта появится, они тоже начнут смыслы вкладывать. Да, и тогда просто будем с ними конкурировать. Кто круче картину нарисует, кто круче ядерную бомбу может создать, и вот так вот. Надеюсь, нет. И надежда будет только на Ютковском и Папе Римском. С вами были Алексей Картинник и Виктор Шлинченко. Подписывайтесь, ставьте лайки, переходите по ссылкам, заходите на Джекс, приходите к нам в чат. И, как говорится, лайк, шер, Энивер. И, как говорится, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok